Итак, коллеги, важнейший вывод. Вот выбрать для себя систему Олимпиад правильную – это на 85% гарантировать свой успех. Ну и теперь, коллеги, просто чтобы вы увидели, как выглядят эти Олимпиады, сколько их и так далее. Ну вот посмотрите. Естественно, кто хочет, может скриншот сделать, но вообще это надо заходить на сайты этих Олимпиад и так далее. Шесть Олимпиад первого уровня. Надо писать все шесть. Ну не уверен, это тяжелая вещь в 11 классе, но 3-4 Олимпиады я бы, конечно, вам бы посоветовал. Если вы выбираете направление, образовательные программы, которые дают льготы по Олимпиадам второго уровня, вот вам Олимпиады второго уровня. Великолепная и прекрасная Олимпиада второго уровня Ранхикса. Очень давняя, очень хорошая, вот она здесь стоит под номером 4, это Московская Олимпиада школьников. Ее очень часто путают с Московским туром Всероссийской Олимпиады. Это самостоятельная Олимпиада второго уровня. Посмотрите внимательно ее сайт, посмотрите внимательно ее задания. И, так сказать, вы увидите, что попробовать себя в ней, безусловно, имеет смысл. Еще раз хочу подчеркнуть важный тактический принцип. Почему нельзя участвовать в одной Олимпиаде? Дело в том, что можно просто элементарно заболеть. Если вы заболели на ЕГЭ, государство обязано вам предоставить возможность его написать. Проболели, если вы экзамен. Если вы опять заболели, вам опять дадут такую возможность. Олимпиада, коллеги, есть олимпиада. Пропуск олимпиады по уважительной, по неуважительной причине. Он не может привести к тому, что вам ее дадут переписать. Поэтому ни в коем случае не ориентироваться только на одну Олимпиаду. Ну и теперь, собственно говоря, вот эта первая часть мотивационная, она у нас с вами подходит к концу. Теперь последний пункт. Почему все-таки я бы рекомендовал многим из вас сделать ставку именно на Олимпиаде по обществознанию. Потому что, например, у Олимпиады по обществознанию есть давний конкурент, который вроде как должен из нее вырасти, а на самом деле появился гораздо раньше. Это Олимпиада по экономике. Это Олимпиада по экономике. Коллеги, выскажу свое мнение. Кто хочет, может с ним потом поспорить, пополемизировать. У Олимпиады по экономике есть какой огромный плюс. Если вы планируете себе экономические факультеты и образовательные программы, и что-то связанное близко к ним, то, конечно, именно Олимпиады по экономике дают туда максимальное количество льгот. В экономике экономисты гораздо больше дают льгот Олимпиадникам по экономике, чем по обществознанию. А иногда вообще не дают. Это надо смотреть на конкретные программы. Но, друзья мои, какое есть преимущество Олимпиады по обществознанию? Олимпиада по обществознанию так или иначе связана с ЕГЭ по обществознанию. Готовясь к Олимпиаде по обществознанию, вы одновременно готовитесь к ЕГЭ. Вы просто делаете свою подготовку более глубокой, более многосторонней. Но вы не придумываете для себя подготовку к пятому экзамену. Если вы готовитесь к Олимпиаде по экономике, то эта подготовка почти ничего не дает к подготовке к ЕГЭ по обществознанию. Да, там есть экономические задания, понятно, вы их сделаете без проблем. Но там есть очень сложные другие задания. И, значит, вам надо фактически готовиться к пяти экзаменам, а не к четырем. Какую из этих стратегий выбрать – это уже ваш вопрос. Мое дело – обозначить, какие здесь есть нюансы. И последний очень важный совет. Вот давайте я еще разучу, для тех, кто этого еще не очень хорошо знает, озвучу про 75 баллов, которыми надо подтвердить, значит, ваше призерство или победы на Олимпиадах. Да, были времена, когда победа на Олимпиадах никак не была связана с ЕГЭ. Потом было правило введено, и оно очень, по-моему, разумное правило, согласно которому любые Олимпиады, кроме чисто всероссийских, требуют обязательного подтверждения ЕГЭ. Не менее 75 баллов. Ну, на сегодняшний день так, по-моему, действует по всем Олимпиадам. И вот, друзья мои, по Олимпиаде, по обществу знанию, на что я хочу обратить внимание. Увы, каждый год есть печальная статистика. Когда человек становится призером, а нередко даже победителем Олимпиады, это происходит в день феврале-марте месяце, после чего он забирается на лавры и начинает на них почивать. Со словами, ну, если я смог стать победителем или призером Олимпиады, то уж как-нибудь с ЕГЭ на 75 баллов я справлюсь. Нет, друзья мои, прямой связи здесь нет. Да, темы одинаковые. Да, темы общие. Тема стратификации в Олимпиаде. Тема стратификации есть в ЕГЭ. Но, коллеги, в ЕГЭ очень большую роль играют требования формата. Поэтому, вот когда Олимпиады дремели и отшумели, у вас появляются, они отшумели в феврале месяце 11 класса. У вас есть еще март, апрель, май и маленький кусочек июня, 3,5-4 месяца на то, чтобы успеть освоить ЕГЭшный формат. ЕГЭ – это вширь, Олимпиады – это вглубь. На Олимпиаде вы можете выплыть за счет своего чувства, за счет понимания предмета. На ЕГЭ, если вы забыли третий признак, который вам надо здесь указать, значит, балл потеряли. Но еще раз хочу подчеркнуть, это та подготовка, которой можно заниматься одновременно. Вот, собственно говоря, те курсы, которые у нас существуют при вышке, это курсы, которые, в общем, ориентированы именно на такую схему. На ФДП на очном у нас нету занятий по подготовке к Олимпиадам. И я считаю, что в этом есть своя логика, потому что подготовка к Олимпиадам предполагает все-таки полуторагодичную работу, полуторагодичную. А просыпаются, особенно обычно, люди в районе, значит, 11 класса. Но у нас есть очень хорошая интернет-школа, и, пожалуйста, готов пригласить туда. У этой интернет-школы есть, что очень важно, там есть все материалы для подготовки, но, что очень важно, там ваши тексты будут читать и править люди, которые знают о том, какие требования есть к Олимпиадам. Сейчас мы об этом обязательно поговорим, о значимости текстов. Тем не менее, если у кого-то все-таки будет желание как-то поучаствовать в чем-то похожем на очные занятия, на онлайн-занятия, у нас есть группы в базовых школах, в которых ведем занятия непосредственно мы. И вот с октября планируется запуск в одной такой базовой школе. И поскольку сейчас очень много дистанционной работы, многие группы сейчас на дистанте, можно обсуждать вопрос о подключении туда дистанционно, даже если вы находитесь в другом городе. Но про это вы мне просто можете написать на мою почту, она висит на сайте вышки. Пожалуйста, напишите на почту, зададите вопрос, я вам подробнее расскажу. Главная мысль состоит в чем? Если вы планируете подготовку к Олимпиаде, я бы посоветовал сначала мощная подготовка именно к Олимпиаде, потом на этой базе подготовка к ЕГЭ. А никак не наоборот. Ну и теперь, друзья, мы переходим к следующему шагу, к очень важному шагу. Вам может показаться, что я буду здесь говорить какие-нибудь вещи известные, но я здесь хочу сделать некоторые акценты, которые, опять же, очень часто школьники не учитывают. Значит, общество знания, понятно нам всем, это предмет, которого в науке такой нет. Это синтетический предмет, который, когда стал преемником общества ведения, которое существовало с незапамятных времен, еще при социализме, и его задача была какая? Ну, так сказать, снять общую безграмотность в этих областях, выполнить функцию ЛИГБЕЗа. И с точки зрения ЛИГБЕЗа, чтобы человек хоть как-то представлял себе современные науки, вот идея создания такого синтетического предмета, она очень правильная. Точно так же, как и, в общем, достаточно логичной является идея предмета естествознания, когда люди изучают естествознание, поскольку они не собираются быть ни физиками, ни химиками, а, допустим, юристами. Но согласитесь, коллеги, странно будет выглядеть будущий физик, который к экзамену в физтех готовится по учебнику естествознания. В физтех надо готовиться по учебнику физики, правильно, да? Или по учебнику химии, в зависимости от факультета. Вот точно так же и в нашем с вами случае. Особенность олимпиад состоит в том, что они в меньшей степени проверяют знания, а в гораздо большей степени проверяют ваши умения ими пользоваться. Кто конспектирует, очень рекомендую запишать мою фразу дословно. Олимпиады проверяют не столько знаний, особенно второй пункт, сколько ваше умение ими пользоваться. Вот ЕГЭ в большей степени делает акцент на знаниях, хотя, конечно, последние, там, 28-е, 29-е задания, конечно, они тоже на применение. Но это, так сказать, во-вторых. Во-первых, знания. Олимпиады – это применение. Что значит применение? Один философ великий в свое время сказал очень хорошую мысль, ее тоже можно записать. Наука – это не набор знаний. Наука – это ящик с инструментами. Вот те вот дисциплины, которые вы видите здесь в списке, это пять ящиков с инструментами. И красногеревщик, и плотник, и травосек имеют дело принципиально с одним и тем же предметом, с деревом. Но они работают разными инструментами и с разными задачами. И не дай бог собрать эти инструменты в кучу. Может быть, запомнить так будет даже проще. Вот они острые, вот они тяжелые инструменты, вот они маленькие. Но пользоваться будет нельзя. Пользоваться можно тогда, когда мы их разложили. Вот то же самое, друзья, с обществознанием. Если вы хотите подготовиться к обществознанию, как к Олимпиаде, вам прежде всего надо изучать вот эти дисциплины в их внутренней логике, как некие самостоятельные ящики с инструментами. На какие учебники здесь можно опираться? Ну, первый учебник, который я вам порекомендую, наверное, многим из вас знаком. У него уже сейчас 13-е или 14-е издание, хотя он, в общем, увидел свет в итоговом варианте 10 лет назад. Значит, это человек в обществе, система социологических понятий, в кратком изложении. Сорвин, Сусухов. Как отнестись к этому учебнику? Во-первых, я вам рекомендую, да вы в любом чате прочтете, чтобы действительно быть ориентированными ориентированными в социологических темах. И этот учебник надо обязательно прочитать. Я бы посоветовал его прочитать два раза. Почему? А потому что он достаточно тонкий для того количества тем, которые там присутствуют. А эта тонкость, она покупается дорогой ценой. Она покупается тем, что там выброшено мясо, там остался один скелет. И в нем надо запомнить почти все. Тогда у вас будет ясное, четкое представление о скелете. В нем, ну тут, наверное, трудно увидеть на слайде оглавление. Значит, в нем охватываются все темы, какие есть в социологии. Но очень кратко. Второй очень важный момент, на который я хочу обратить внимание. В высшей школе экономики интересный университет. В нем не очень любят учебники. И первый, кто больше всего критикует собственные учебники, это сами авторы. Не просто мы их халтурно писали и так далее. А просто потому, что жанр учебника, чем старше вы становитесь, тем менее он оказывается для вас адекватным. На старших курсах у вас вообще там учебников почти не будет. Я веду на третьем курсе, у меня есть спецкурс социологии и религии. Там есть отличный учебник. Сколько раз мы к нему обращаемся за весь курс? Ну, два раза от силы, чаще всего один. Поэтому, друзья мои, и здесь важнейший момент. Если вы ограничите свою подготовку проработкой этого учебника, этого будет 100% недостаточно. В обязательном порядке нужно будет поработать с первоисточниками и с целым рядом других дополнительных текстов. Но об этом я скажу чуть позже. А сейчас о других учебниках с тем же самым ограничением. С тем же самым ограничением. Учебник обязательно нужен, без него нельзя. Без него не получите базу понятийную. Но, с другой стороны, не дай бог при подготовке к Олимпиаде ограничиться только учебником. Что касается политологии. Здесь есть два прекрасных учебника. Значит, это учебник категории политической науки и, соответственно, учебник политологии. Автор или руководитель авторского коллектива. В обоих случаях один и тот же. Это декан нашего факультета, известнейший политолог, профессор, доктор Андрей Юрьевич Милий. Это очень классные учебники. Но, друзья, у них есть один недостаток. Это вузовские учебники. Поэтому их брать в качестве самого начального можно. Но это непросто. Это непросто. Поэтому я вам рекомендую их обязательно посмотреть. Ну, я сам не политолог. Коллеги-политологи говорят, что, наверное, для Олимпиад проще, логичнее именно категории политической науки, чем политологии. Но, опять же, здесь могут быть разные мнения. Их надо обязательно посмотреть. Но, коллеги, я бы посоветовал сделать как уже вторую итерацию. Ну, а, собственно говоря, что касается политологии в качестве начального шага, начального шага, то вот сейчас вышел учебник, наш учебник, который создан в высшей школе экономики, это учебник по обществознанию. Видите, написано везде обществознание. Он имеет официальный гриф. Он допущен министерством. И вот, собственно говоря, именно политология как девятый класс. В девятом классе в основном идет политология. Вот этот вот учебник. Вот такой толщины. Вот он с картинками и прочими вещами. Я бы вам его советовал в качестве именно начального учебника. Социология есть в шестом классе. Это очень здорово. Но, так сказать, я в основном стал... Ну, это, конечно, там слишком детсадовский вариант, чтобы его хватило для Олимпиады в одиннадцатом классе. А вот в девятом классе уже очень серьезная политология. И завершая этот разговор, хочу сказать, что сейчас мы выходим на грифование учебников 10-11. Если все будет нормально, то весной они должны появиться. Так что, соответственно, для одиннадцатиклассников это уже ничего не даст. А вот десятиклассники, имейте в виду, весной можно будет приобрести десятый, одиннадцатый класс. И вот тут специально есть авторский коллектив. И вы увидите, что это люди, которые являются очень известными людьми как раз в области Олимпиад. Посмотрите экономика. Это Давыдова, это Кулакова, это Ким. Ким известнейший человек. Политология Богачев и Локшин. Юриспруденция Ростовцева и, между прочим, Литинский, который очень известен. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, соответственно, и последний, пожалуй, пункт здесь. Вернусь к философии. К философии. Что почитать здесь? Здесь можно разные почитать учебники. Я сам его не очень знаю, но слышал позитивные очень отзывы об МГУшном учебнике по истории философии. Ну вот у меня есть учебник по истории философии, который я писал специально для школьников. Я скажу здесь очень короткий комментарий, но очень важный. Я о философии больше сегодня говорить не буду. У нас будет дальше разговор о социологии. Но поэтому именно сейчас в связи с учебником хочу обратить внимание на характер подготовки к философии. Надо очень хорошо понимать, когда вы готовитесь к философии, что именно вы должны усвоить. Что вы должны усвоить, когда вы готовитесь к социологии. Современную социологическую теорию, ее выводы, ее открытия, ее результаты и так далее, и так далее. Тоже по политологии, по праву и прочее. Вот, коллеги, когда вы будете готовиться к философии, принцип подготовки должен быть иным. Почему? Долго объяснять. Приведу очень простой наглядный пример. Одно из величайших произведений в мировой философии называется «Критика чистого разума». Как? С чего начинается эта критика чистого разума? На первых страничках. О чем говорит великий философ? Он обращает внимание на очень интересный парадокс. Философия стартовала либо одновременно с другими науками, либо даже раньше них. По крайней мере, точно не позже. Вот как только появилась наука теоретическая, как только Фалес и Пифагор стали доказывать первые теоремы, тут же в их трудах появились и первые философские учения. Шестой век до нашей эры. Но, говорит нам Эммануил Кант. Все науки, которые возникли вместе с философией, или которые стартовали позже нее, они очень быстро пришли к неким окончательным, незыблемым или почти незыблемым выводам. Очень быстро геометрия смогла сформулировать. Кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Что изменилось с этой аксиомой за последние 25 веков? В XIX веке появилось некоторое дополнение. Не забудьте сказать на плоскости. Появилась неевклидовая геометрия. И вот надо уточнять, что кратчайшее расстояние между двумя точками прямая, это вот на плоскости. Все. Геометрия пришла к неким незыблемым выводам. Физика пришла к незыблемым выводам. Чуть позже, говорит нам Кант. В эпоху Ньютона. Но были сделаны выводы, с которыми все согласны. Да, Эйнштейн их уточнил, Бор тоже. Сегодня мы говорим, что эти выводы верны в определенных границах, при малых скоростях, при больших размерах. Но никто не скажет, что концепция Ньютона полностью неверная. А вот философия, говорит нам Кант, все совсем иначе. Стартовав раньше других наук, философия, коллеги, за 25 веков своего существования не пришла ни к одному окончательному выводу. Парадокс, коллеги, парадокс. И очень правильный, и очень мудрый вывод делает Кант. И затем его подхватывает Гегель. Следовательно, не в выводах, друзья мои, ценность философии. Если мы с вами философию подадим как систему выводов, то мы с самого начала подойдем неадекватно, неорганично к самому ее предмету. А в чем же ценность философии? Разные есть точки зрения. Но самое общее, с которым будет согласен Гегель, Яскорс, масса авторов, она будет звучать главные ценности философии в ее истории. Потому что у философии есть несколько сквозных. Тема прознания, тема свободы, которые на протяжении 25 веков углублялись, появлялись концепции, появлялись концепции их опровергающие. Как скажет очень точно Гегель, в истории философии не было ни одной безупречной до конца правильной системы. Он надеялся, что сего система окажется здесь исключением. Не оказалось. Поэтому, друзья мои, я знаю прекрасно, что философские разделы очень часто не являются любимыми разделами у школьников, которые начинают изучать общество знания. Я понимаю почему. Потому что в большинстве учебников философия подается именно как система выводов. А нам сразу же становится скучно, неинтересно, потому что даже не будучи глубокими философами, мы с вами понимаем, что каждому из этих выводов можно противопоставить в противоположное уточнение. Так вот, друзья мои, после этого моего спича, я думаю, понятен вывод. Если вы собираетесь адекватно осваивать философию, то ее надо осваивать прежде всего как историю философии. Теодор Ильич Уйзерман, наш знаменитый философ былого времен, эпохи социализма, он очень глубокий автор, знаменитейший автор, к своему 90-летию сделал себе подарок. Написал книгу с очень точным названием «Философия как история философии». Друзья мои, но ведь в философии было очень много авторов. Поэтому, конечно, здесь нужно выбрать узловые точки. И вот чтобы разобраться в этих узловых точках, конечно, нужно какой-то пересказ, какую-то подсказку, а как вообще шла история философии в своем историческом развитии. Вот для этого и нужны учебники. Чтобы вы посмотрели, здесь как раз они нужны. И увидели хотя бы на пальцах, на самом простом уровне, вот как происходило движение. А дальше тоже надо будет обязательно посмотреть первоисточники. Что бы я вам посоветовал обязательно? В чем надо разобраться, когда вы будете изучать философию? А это даже не я вам посоветую. Это Вильгельм Виндельбадт, знаменитый философ 19 века, который как-то сказал, что вообще говоря, при всей гениальности всех западных философов, в истории западной философии было два главных события. Это появление Платона и Аристотеля в Древней Греции. И потом, спустя 20 века, 22 века, появление Канта. Вот это два узловых события. Вот в них обязательно надо разобраться. Причем, если вы меня спросите, в чем больше, Аристотеля можно посмотреть во-вторых. Аристотеля сложно брать школьникам. Мне приходится иметь дело со школьниками. Я знаю, много разных текстов перепробовал его. Их не так много, которые по зубам школьнику. А вот Платон, да, платоновские идеологии. Я вам уже сказал, что в нашей группе ВКонтакте мы сбросим все рекомендации. Я напишу, какие рекомендую платоновские идеологии. Посмотреть вживую, посмотреть самостоятельно. После того, как вы почитали, конечно, о Платоне, о Платоне в целом, да. Ну, коллеги, а что касается Канта, то с основными идеями критики чистого разума, конечно, надо познакомиться. Вильгельм Виндельбанд, между прочим, поиграл в предсказания. Он обратил внимание на то, что при всем различии философских учений, тем не менее, на протяжении последних 18 веков можно было довольно точно их разделить. Вот эта линия Аристотеля, эта линия Платона. Потом появился Канта. Вот с точки зрения Виндельбанды, как те два автора, властвовали философией два тысячелетия, вот так два тысячелетия будет дальше властвовать Канта. Пока прошло только 200 лет. Поэтому, конечно, коллеги, даже постмодерну понять, не проникнувшись основными идеями критики чистого разума, довольно сложно. Поэтому и здесь, если у вас есть возможность прочитать эти очерки от Платона до Канта целиком, здорово. Гегера не обязательно там брать для Олимпиады. Вот, но если не успеваете, то хотя бы Платон как следует. Дальше рационализм и эмпиризм, коллеги, без этого никуда. И, конечно, Канта. Ну, а дальше избранные главы самих этих авторов. На чем, это уже я вам напишу, какие здесь есть источники. Итак, я думаю, с учебниками мы закончили. Ну, и, собственно говоря, последний момент, сейчас я его где-то, наверное, проскочил, или он у меня позже, ну, неважно. Значит, последний здесь момент, на который я хочу обратить внимание, это момент, связанный с тем, что, как я уже сказал, одних учебников, коллеги, здесь, безусловно, недостаточно. Пожалуйста, запишите себе еще два очень серьезных пожелания, да. Во-первых, в обязательном порядке надо изучать первоисточники. Вот он, этот слайд, да. Учебники, да, безусловно, но первоисточники. Зачем нужно изучать первоисточники? Школьники очень не любят изучать первоисточники, иногда считают, что это зряшная потеря времени. Вот потрачу две минутки на то, чтобы аргументировать свою позицию. Приведу старый добрый пример, который, возможно, некоторые из вас слышали. Представим себе, что у вас есть товарищ, который учится в университете, там, в Суриковском, где-то. Еще он мечтает знать будущим художником. Вы его спрашиваете, какой у тебя любимый зал в Третьяковке? Он говорит, а я там никогда не был. Вы говорите, ну, а в Эрмитаже, в Русском музее? Да не был я. Что и в Пушкинском не был. Не был. Странно выглядит этот будущий художник. Да. Почему? Он хочет стать будущим художником, да. И он ни разу не посмотрел на работу мастеров. Да, друзья? Вот классики социологии – это мастера. Вот такие же, как там Рафаэль и так далее в живописи и вообще в изобразительном искусстве. Что вы должны научиться делать на Олимпиадах? Вы должны уметь аргументированно доказывать свою мысль. И я, и мои коллеги, и преподаватели, мы все умеем аргументированно доказывать свои мысли. Мы будем вас этому учить. Но, увы, должен признаться, классики социологии умели это делать лучше, чем мы. Поэтому они и классики. Надо поучиться у них. А второй очень важный момент, который тем более очень часто забывают. Дело в том, что классики социологии, вообще работа любого мастера, она отличается чем? Деталями. Деталями, да. Продолжая художественную тему, вспомним известные истории. Вы их тоже, наверное, слышали, да. Когда известный живописец подходит к картине ученика. Вроде все здорово, а чего-то до шедевра не хватает. Он наносит три-четыре штриха, и она начинает играть новыми красками. Вот абсолютно то же самое можно сказать про любое классическое произведение. В нем самое интересное как раз детали. Вы найдете в интернете сегодня пересказ любого классического произведения. Дюргимов, Эбера, Маркса, ради бога. Ходите, так сказать, в объеме 10% от текста. Хотите 5%, хотите вообще в двух словах. Коллеги, но именно эти пересказы уберут самые интересные детали. Приведу простой пример. Мы с вами будем сегодня говорить об этом знаменитом произведении Тюргима под названием «Самоубийство», которое, я считаю, с которым во многом стоит начинать знакомство с социологией. Потому что это произведение на самом деле не про самоубийство, а про социальную природу человека. Про роли определенных групп в его жизни. О том, что человек настолько социален, что даже вот такой вопрос, жить или не жить, он определяется социальными фактами, а не какими-то другими. Так вот, на первый взгляд, о чем эта книга? Ну, так название-то какое? «Самоубийство». В любом пересказе вы будете читать про самоубийство. А на самом деле книга про другое. Вы только еще начнете читать, и уже на первых страницах вы увидите. Совершенно новый взгляд Тюргима на проблему социальных групп. И, между прочим, социальных меньшинств. Тех самых меньшинств, про которые сегодня пишут, дают задания на Олимпиадах и так далее. Гонимых меньшинств. На что обращает внимание Тюргим? Совершенно неожиданные мысли. Хорошо или плохо принадлежать гонимому меньшинству? Ну, наверное, вообще говоря, с психологической точки зрения непросто. Правильно. Это же гонимое меньшинство. Тебя дискриминируют. Детей в вузы не принимают и так далее. А с социальной точки зрения? Плохо или хорошо? Что обнаруживает Тюргим? Он обнаруживает, что меньшинство, именно в силу своей гонимости, чтобы выжить, представляет собой сплоченные социальные группы. Друзья мои, а разве плохо принадлежать сплоченной социальной группе? Да вроде бы нет. Где все друг другу помогают, есть взаимовыручка и так далее. Больше того, эту мысль Тюргима будут развивать дальше Вебер и многие другие авторы, которые обратят внимание, что именно гонимые меньшинства, в том числе в силу этого фактора, этой особенности, очень часто оказываются экономически успешными. Пример, миграционные группы сегодня. Второй знаменитый классический пример – это Макс Вебер. Протестантские этики и дух капитализма. Протестанты стали успешной экономической группой в тот момент, когда они были гонимой сектой. А российская аналогия – это старобрядцы. Старобрядцы, которые сыграли огромную роль в экономическом развитии России. Достаточно вспомнить такие имена, как Морозовая, Кузнецовая, Бахрушиная, Третьяковая, Мамонтовая и так далее. Это все знаменитые купеческие фамилии, которые были выходцами из старобрядцев, из гонимой группы. Это первые странички в работе Тюргима. А дальше совсем интересные вещи. Новый взгляд на семью, совершенно новый взгляд на религию, мои любимые фрагменты – новый взгляд на свободу. Свобода – это хорошо, коллеги, или плохо? Свобода – это замечательно, иначе бы за нее не отдавали жизни на баррикадах. И про свободу очень часто спрашивают на Олимпиадах. И по философии, и по социологии. Вот ваши конкуренты напишут, что свобода – это вот так, свобода – это отлично. И вы тоже напишите, что свобода – отлично. Но если вы читали Тюргима, вы напишите, что у Тюргима на этот счет и не у него одного. Были другие мнения, были опасения. Ну, например, Тюргим чисто статистически, а затем и теоретически объяснил, обнаружил интересный и печальный факт. Чем в большей степени в группе развита свобода, идеалы свободы, культ свободы и независимости, тем больше в группе самоубийств. Самоубийство – это хорошо? Нет, коллеги, это плохо. И вот смотрите, у вас ваш текст, олимпиадный, любой другой, начинает играть новыми красками. Ведь что от вас ждут на Олимпиадах? Чтобы вы не раскрашивали мир в черно-белую краску. Это хорошо, это плохо? Это хорошо или плохо? От вас ждут как раз некоторые мудрости. А мудрость состоит в том, что мы в том, что кажется позитивным, находим с вами негативные черты. В том, что однозначно плохо, видим что-то позитивное. Это и есть глубина мысли. Черно-белая полосочка, она на тельняшке. В жизни ее нет. Вот я могу дальше перечислять все нюансы. Это я вам рассказал первые 15 страниц, может быть, 17 Дюргейма. Посмотрите, какое количество тем мы с вами затронули, просто пройдясь по его работе самоубийства. Самое главное, что если вы будете ее читать в пересказе, вы как раз эти самые интересные детали не найдете. Потому что про самоубийство здесь почти ничего не было. Друзья мои, с первоисточниками дело очень серьезное и очень важное. Есть первоисточники, на которых студенты-старшекурсники готовы заслуть, застонать и так далее. Не надо их читать. Мы знаем, какими первоисточниками вы можете справиться. Поэтому там, если порыться в нашей группе ВКонтакте, поступаем в вышку на социологию ГМУ, вы и так найдете рекомендации. Кроме того, в ближайшее время мы выложим новые. Самый главный вывод – это первоисточники. И последний, коллеги, третий пункт. Общество знания на сегодняшний день в подавляющем большинстве школ существует как устный предмет. На этом предмете люди разговаривают. Иногда интересно, иногда не очень, иногда здорово, но разговаривают. А вот потом вы приходите, и оказывается, что вам надо писать. Если вам надо сделать простенькие задания, тут навыков больших не требуется, хотя и они тоже нужны. Но когда вам надо писать эссе, это без специальной отработки, без специальной тренировки сделать нельзя. Мой опыт показан на скринительной работе со школьниками. Школьник лучше прочитает лишние три главы или четыре. Лучше прочитает 20 страниц у классика, чем возьмет и напишет свое эссе, да еще и по определенной схеме, по определенным правилам. Вот вы это должны знать, этот враг внутри вас будет сидеть. А лучше-ка я пойду чего-нибудь почитаю. На определенном этапе, спустя два-три месяца подготовки, необходимо начинать писать эссе. Какие здесь есть рекомендации? Ну, во-первых, мы как раз об этом поговорим сегодня в нашей второй части. Но сейчас общие рекомендации будут следующие. Сколько эссе вообще надо написать? Не надо думать, что я вам скажу 100 или 50. Вот мой опыт показывает, что если человеку за время своей подготовки к Олимпиаде написал порядка полутора десятков полноценных, хороших эссе, причем, когда эти эссе у него проверили, указывали на кучу ошибок и недоработок, он их доработал, вот за такого человека я могу быть достаточно способен, с вас спокойно на Олимпиаде. Я могу сказать, что если он даже не станет призером на этой Олимпиаде, ну, ему не повезло, значит, он на другой, на этой. То есть, если исключить факторы везения, это человек, который готов к самым разным встречам на Олимпиадах. Значит, друзья мои, эссе надо писать. Но важнейший момент, школьники, расслышьте, да, преподаватели со мной точно согласятся. Давайте вспомним, все вы наверняка занимаетесь в каких-нибудь спортивных секциях, танцами, музыкой и так далее, да. Ведь человек любит играть в футбол, он узнает, что рядышком открылась секция футбольная, он смотрит тренировка два с половиной часа. Он радостно бежит в эту секцию, будучи уверен в чем, раньше он полчаса во дворе гонял мяч, а теперь он мяч будет гонять два часа, а то и два с половиной. И тут он обнаруживает, что оказывается и мячик-то будет не на каждой тренировке. Ему давай приседания делать, давай кувырки, давай распек. То же самое идете вы учиться играть музыке. Вы идете играть музыке, чтобы исполнять шикарные произведения, лунную сонату, ронда капричоза. А вам учитель говорит, прежде некрасивые, отвратительные, ужасные гаммы, этюды и арпеджио. Я могу дальше продолжать долго, все поняли, о чем идет речь. Коллеги, для того, чтобы писать красивые, замечательные, живые эссе, надо сначала делать определенные этюды, определенные подготовительные этапы и так далее. Вот здесь еще разочек могу предложить оглавление вот из этого учебника. И посмотрите, от многих я, коллег, слышал, что вот очень наиболее ценным, может быть, здесь являются вот эти вот последние две главы. Это эссе на Олимпиадах и ЕГЭ, базовые принципы. И дальше, 29-е, это тактика написания эссе на тему афоризма или высказывания. Особое внимание обратите вот именно на эти два пункта. Вот здесь вам расскажут, каким образом высушить все, что у вас есть, каким образом убрать все лишнее и каким образом не забыть то, что надо написать. При написании эссе есть некие универсальные принципы. Если их не знать, то, скорее всего, успеха не будет. Впрочем, мы во второй половине про это поговорим. Итак, коллеги, я завершил с этим пунктом. Но давайте, прежде чем мы пойдем на перерыв, мы все-таки потихонечку перестроим голову на новый лад. Если у вас будут вопросы относительно того, что я сейчас сказал в первой части, пожалуйста, здесь их можно будет в чате задать. Я их почитаю и обсудим. А сейчас давайте сделаем небольшой шаг в направлении к ответу на вопрос специфика подготовки к заданиям по социологическим темам. Коллеги, здесь есть первый шаг, его обязательно надо сделать. Надо разобраться с тем, а что является предметом и методом социологии. В чем специфика социологии, в чем ее отличие от других социальных наук. Пока мы не ответим на этот вопрос, мы с вами не сможем ответить на другой вопрос. А что такое дать, что значит дать социологическое объяснение социальным явлениям и социальным фактам. Ну что ж, давайте с вами пройдемся. Вот обыденные представления о предмете социологии, которые, к сожалению, очень часто транслируются во многих учебниках. Еще раз хочу подчеркнуть, это не неправильные представления. Их нельзя назвать неправильными, ложными и так далее. Это представление процентов на 90-95 правильное. Если вы будущий физик или вы будущая домохозяйка, то вам этого вполне и вполне достаточно. Но, коллеги, если вы собираетесь пользоваться социологией как инструментом, то такой подход будет неверным. Давайте поймем почему. Ну, во-первых, есть простейший ответ на вопрос. Какой ответ? Дело в том, что в 20 веке произошли взаимные проникновения социальных наук в предметные области друг друга. Вот давайте посмотрим еще разочек на этот слайд, на простой. Вот согласно этому слайду, вот экономист это тот человек, который занимается вот этой сферой, экономикой. А вот социолог это тот, который занимается вот этой сферой. И если я залежу вот на эту сферу, я перестану быть социологом, я стану экономистом. Таким образом, согласно этой схеме, за социальными науками четко, ясно закреплены определенные предметные области, или как в ЕГЭ их называют, сферы. Вот теперь давайте еще раз посмотрим на следующий слайд. Что мы с вами увидим? Мы с вами увидим, что на самом деле происходит взаимное проникновение. Ну, во-первых, в середине 20 века возникает такое направление, как экономическая социология. Вот мы с вами видим на слайде фамилии знаменитых представителей этого направления. Что такое экономическая социология? Мы с вами пока не знаем и не понимаем, но мы понимаем из самого названия, что это некая деятельность социологов, где на предметной сфере, в предметной сфере экономической науки. Абсолютно ту же самую картину мы видим и со стороны экономистов. Было бы странно, если бы экономисты не ответили бы социологам ответным ударом. В середине 20 века возникает направление, которое получило название очень точное. Оно получило название экономический империализм. Это название мне даже больше нравится, чем экономическая социология. Почему? Потому что сразу понятно, о чем идет речь. Империализм – это что такое? Это экспансия. Это когда у нас с вами души границы, и мы хотим выйти за их пределы. Вот представители этого направления, они утверждают, что экономическая наука совершенно необязательно должна быть привязана к экономической силе. Экономисты, говорят, представители этого направления, они имеют дело с рациональным поведением людей, если быть точными, с рациональным выбором в условиях ограниченных ресурсов. Ну так, коллеги, говорит нам Беккер и остальные представители этого направления, разве мы рациональный выбор сможем осуществлять только в магазине, где мучительно вымучаемся и выбираем между двумя товарами? А вот мы пришли на избирательный участок. У каждого кандидата, у каждой партии есть свои плюсы, есть свои минусы. Но разве мы не можем поступить так, как мы поступаем в магазине? Выбрать то, что несет на максимум плюсов и минимум минусов. Максимизировать полезность и минимизировать затраты и издержки. Ну так, а если это так, то разве мы не имеем права применить инструментарий экономической науки для описания поведения человека на избирательном участке? Вот и появляются первые попытки применить данный инструментарий вот к этой области. Те же самые формулы, только вместо характеристик белого и черного хлеба у нас появляются с вами характеристики различных политических партий. Ну а дальше примеры растут, как грибы после дождя, потому что мы с вами понимаем, если поразмышляем, то такой выбор в условиях ограниченных ресурсов нас с вами ожидает на каждом шагу в каждый момент нашей жизни. Наша сегодняшняя встреча с вами – ярчайший тому пример. У вас был выбор приходить на нее или нет. И смею заверить, что если бы вы не пришли, точно что-то было бы хорошо для вас. Ну, например, вы бы не потратили на это время, вы бы отдохнули в пятницу, можно было бы сходить в кино, почитать книгу, просто поваляться на диване. Страшно сказать, сколько всего интересного можно было бы сделать. Кстати, у меня тоже был такой выбор. Но мы с вами взвесили и решили, что лучше заняться этим вопросом. Не все зарегистрировавшиеся пришли на нашу встречу. Значит, у них эта формула работала с другим знаком. Вот и появляется это направление экономический империализм. Знаменитая статья Халбрунера «Экономика как универсальная наука». Коллеги, ну, яркий пример исследования Беккера, который, например, применял свои подходы, подходы экономические, за это ему дали Нобелевскую премию, к областям, которые вообще к экономике, на первый взгляд, не имеют никакого отношения. Ну, например, серия статей, которые объединяют часто названием «Брачные рынки». Чтобы не пересказывать долго Беккера, посмотрим с вами на картину знаменитую, которая называется «Неравный брак». Заметьте, здесь два, как минимум, неравенства. Первое неравенство бросается в глаза. Старый дед женится на совершенно молодой девушке. Если мы посмотрим, мы увидим другой признак неравенства. По крайней мере, очень точно у этого дедушки видны статусные признаки. Орден Владимира Святого второй степени со звездой и Большой крест. Напомню, коллеги, что этот орден мог получить, согласно табели о рангах, только либо генерал, либо гражданский чин, соответствующий ему. То есть, как минимум, действительный статский советник или тайный советник. Коллеги, обратите внимание, для Гэри Беккер, используя огромный, очень непростой математический, экономический аппарат, объясняет нам природу данного явления. Он показывает, что довольно часто мы можем столкнуться с ситуацией, когда между невестой и женихом оказывается достаточно большая разница в возрасте. Возраст, коллеги, это понятие не экономическое. Вопросы о возрасте супругов всю жизнь занималась социология, иногда психология. Но в эту область точно не вторгались экономисты. И в Рукбекер, посредством очень сложных расчетов, объясняет нам то, что мы, в общем, с вами и так из опыта знаем. Мы не знаем теоретического объяснения, что очень часто, особенно в былые времена, разница в возрасте между супругами, причем в сторону жениха. А вот следующая картиночка, друзья мои, согласитесь, она из области экзотики. Какое неравенство мы с вами здесь видим? Какую разницу? Мы с вами ее видим в росте. Я пожил на этом свете немало, и могу вам сказать, я такую картинку не наблюдал ни разу в жизни. И вывод Бекера с помощью сложнейших расчетов. Да, крайне редко можно обнаружить ситуацию, когда между невестой и женихом большая разница в росте. Кто хочет, почитайте Бекера. Это они переведены, его работы. Хотя я его не рекламирую, он конкурент социологов. А мы лишь привели эти примеры с вами для того, чтобы у вас появилось основание для восприятия важнейшего вывода вот из этой вот картинки. Из этой вот картинки. И кто конспектирует, можете себе записать, что основное отличие социологии от экономической науки лежит не в области предмета, а в области прежде всего метода. И социолог может изучать экономическую сферу и экономист. И социолог может изучать социальную сферу и экономист. Весь вопрос в том, с помощью какого инструментария и посредством каких методов. Вот следующее. Ну и можете отметить себе, что принципиальное отличие их, состоя из этих методов, состоит прежде всего в том, какие модели человеческого поведения они используют. Вот понимание базовой социологической модели, о которой мы с вами поговорим уже после перерыва, оно является абсолютно необходимым условием для успешного участия в Олимпиадах. Если вы свои представления о предметной сфере социологии и ее методологии ограничиваете вот этой картинкой, этой картинкой и вот этой, то у вас будут быть очень серьезные проблемы на Олимпиаде. Приведу свой любимый пример на эту тему. Лет 7 или 8 назад Всероссийская Олимпиада по обществознанию. Финальный тур. Третий этап, как сейчас помню. Третий этап, это тогда был последний. То есть он должен быть самым таким итоговым. Я читаю задание третьего тура. А пока он не начался, члены жюри не могут знать задание. Вскрываются конверты одновременно. И там, и там. И у школьников, и у членов жюри. Вот читаем задание, и я бесконечно удивляюсь и возмущаюсь, как такое простое задание могло попасть на Олимпиаду по обществознанию всероссийскую и на финал. Я не буду его пересказывать дословно, не буду выводить слайд, потому что иначе от нас уведет в сторону. Я перескажу смысл. Дается в этом задании две таблицы. Занятые женщины во Франции. Занятые женщины в России. Вы понимаете, да? Женщины разных социально-демографических характеристик. Здесь у нас идут женщины одинокие, женщины с партнером, с партнером один ребенок, с партнером два ребенка. А здесь различные возрастные характеристики, да? И цифры. 85% заняты, 69% и так далее. Первое задание. Найдите общие закономерности, которые наблюдаются и во Франции, и в России, в области занятости женщин. Второе задание. Найдите отличия. А третье задание состояло в следующем. Выберите любые две закономерности, какие вы обнаружили. Любые. И одну из них объясните с позицией экономики, объясните ее экономически, а вторую объясните социологически. Вот это задание было одной из самых провальных. Причем как раз, ну, оно не было совсем провальным, потому что ребята более или менее смогли справиться, точнее не более, а неплохо, справиться с двумя первыми частями. Найти закономерности и указать, что общего, что различного. Ну, все-таки это финал, последний третий тур и так далее. Но что касается третьего задания, дать объяснение экономическое и социологическое, здесь было написано бог знает что. И когда на разборе полетов мы стали обсуждать, то ребята признались, что очень многие только через это задание сметнули, что вообще говоря, вообще говоря, социология от экономики отличается не по предметной сфере. Друзья мои, давайте с вами, прежде чем пойдем отдыхать, поймем очень важную вещь. Вот если мы с вами на соотношение социологии и экономики смотрим вот с позиции этой схемы, то в рамках этой схемы данное задание вообще невыполнимо. Почему? Потому что в данном задании их просит одно и то же явление, занятость женщин, объяснить с позиции двух разных новых. Если мы исходим из этой схемы, каждая из этих наук занимается своей областью явлений. Ну, например, занятость – это вопрос экономики. А женщины, как социальная общность, имеющая свои определенные стереотипы и стандарты, это область социологии. Когда мы начинаем эти вещи соединять и требовать объяснить одно и то же явление с разных позиций, это задание оказывается не имеющим решения. Вот ничего я это вам сейчас рассказал, чтобы вы почувствовали, друзья, что на самом деле вот эти абстрактные вещи, да, очень часто ведь в современной школе школьник прагматичен, мы это прекрасно знаем, да, он приходит на подготовку. Нет, ну, давайте вы же нас сейчас должны подготовить, ну, давайте вот нам подготовку. Вот то, о чем мы с вами сейчас поговорили, полчасика – это и есть самая настоящая подготовка, потому что мы с вами, грубо говоря, сейчас разобрались немножечко с основным инструментарием, да, вот прежде чем начать им работать, надо с ним разобраться. Вот мы с вами это сейчас и сделали. Ну, а теперь что мы с вами обсудим после перерыва? После перерыва мы с вами очень кратко, прежде всего, поговорим вот об этих двух моделях, да, моделях социологического человека. Кому эта тема известна, у вас будет как минимум 20 минут точно, да, чтобы, так сказать, это я вот преподавателям говорю, кто слышал эти наши обсуждения. Пожалуйста, можно заняться совершенно другими делами, я здесь ничего нового по сравнению с нашими вебинарами не скажу, да. Ну, а затем, вот уже после того, как мы с вами обсудим эти модели, мы с вами рассмотрим, во-первых, что собой представляет система социологическая, социология. Можно ли, опираясь на вот эту модель, модель социологического человека, понять, как должен строиться курс социологический, какой последовательности надо проходить, какие темы, да. Это очень важный пункт, чтобы у вас было понимание при изучении социологии, почему так, а не иначе. В геометрии мы с вами сначала изучаем теорему Пифагора, а потом из нее выводим теорему косинусов, а не наоборот. Вот очень важно, чтобы при изучении социологии было именно это. Ну, а затем, вот после этого небольшого теоретического экскурса, мы с вами посмотрим несколько сюжетов, связанных с олимпиадными заданиями. Конечно, друзья, еще раз хочу подчеркнуть, объятное-объятное невозможно, да. Я не ставлю перед собой задачу вас там ни за одну пару, ни за две, ни за три полготовить к олимпиаде. Я хочу вас лишь сориентировать в ней, сориентировать в ней. И, как я уже сказал, дальше у нас с вами будут лектории, будут много различных, очень интересных выступлений, и у них будет очень простое отношение к олимпиаде. На олимпиаде лишние знания перестают быть какими? Перестают быть лишними. Значит, итак, вопрос вижу, насколько социолог перспективная профессия. Почему стоит поступать на факультет социальных наук? Начну со второго. На факультете социальных наук, помимо социологии, есть еще три программы. Я потому и начал наш разговор с приглашения на день открытых дверей, потому что, конечно, это очень серьезный разговор, насколько эти профессии перспективные. Дело в том, что у нас есть в стране определенные стереотипы, которые идут с 90-х годов и так далее. Какие профессии являются перспективными, какие не перспективными. Есть профессии, которые не нуждаются ни в каком там обосновании. Я хочу стать экономистом. Кто будет спрашивать, перспективно это или нет? Вряд ли многие представляют себе, чем занимаются сегодня экономисты. Но перспективно и крупно это точно. Кто такой социолог, политолог сегодня, люди не знают, безусловно. Поэтому могу сказать лишь кратко. Остальное все на дне открытых дверей. Дни открытых дверей, друзья мои, не для этого. Мы обязательно на дне открытых дверей приглашаем выпускников. Почему? Потому что выпускники – это как раз те, которые могут показать вам воочию, перспективно или нет. Я вам скажу перспективно. А где доказательства? Вот когда мы говорим с вами уже с выпускниками, тут понятно. Мы видим на лицо реальность. Значит, могу сказать, что безусловно социология – очень перспективное направление на сегодняшний день. Примерно 60% наших выпускников идет в область маркетинга, в область социологии, рекламы. То есть они работают в реальном бизнесе. Многие из них давным-давно уже достигли уровней топ-менеджеров в самых разных компаниях. В банках, в Яндексе, в, например, системе Метро. Это конкурент Ашана и так далее. С другой стороны, 40% – это люди, которые посвятили себя исследованиям, это которые прописались в мировой науке и так далее. Так что вариантов вашей дальнейшей траектории, их огромное количество, если вы поступаете на социологию. Но все остальное – это уже на дне открытых дверей. Так, ну, правильный ответ вам. Так, если стать призером на Олимпиаде 9-10, то можно пользоваться льготами при поступлении. Или же надо становиться именно в 11-м. Друзья, что касается 9-10 класса. Формально льготы действуют несколько лет. Я сейчас не помню точно. И вы поймете, почему я не помню точно. Дело в том, что каждая образовательная программа, она определяет сама. В настоящий момент, и каждый университет решает вопрос о том, льготы кому и как он дает. Мы всегда даем льготы только победителям Олимпиад 11-го класса. Это долго надо объяснять. Почему и от чего. Но вот это так. Значит, насколько я знаю, наши коллеги тоже из других университетов придерживаются такой же политики. Но, друзья, есть финт ушами. Можно учесть в 9-м или в 10-м классе, ну, в 10-м скорее, да, попробовать участвовать в Олимпиаде 11-го класса. Если выиграете, то отлично. Значит, у вас все в порядке. Но, друзья, кому бы я мог посоветовать такую штуку, кому нет. Если у вас нет оснований ожидать, что вы можете в 10-м классе выиграть у 11-ти классников, то есть если вы не имеете мощной подготовки и так далее, и так далее, и идете попробовать счастье, лучше попробуйте счастье в Олимпиаде 10-го класса. Потому что в Олимпиаде 10-го класса оно вам скорее улыбнется. Как мы с вами только что выяснили, 10-ти классники не очень активно готовятся к Олимпиадам по обществознанию. Поэтому призерство в 10-м классе более реалистично, чем в 11-м. Если вы займете призовое место в 10-м классе, вы сможете пройти сразу же во второй тур в 11-м. А вот я лично всегда люблю, когда человеку удается обойти первый тур. Первый тур весьма непредсказуем по целому ряду причин. Так что сухой остаток из того, что я могу сказать. Если у вас нет мощной подготовки, обязательно пробуйте свои силы. Просто в 9-м классе в Олимпиаде 9-го, в 10-м Олимпиаде 10-го. А если есть, рискуйте, дерзайте, пробуйте себя, так сказать, в 11-м. Так, друзья, как и где можно найти расписание вебинаров? Очень интересно. Рад, что очень интересно. Нигде нельзя. Знаете почему? Потому что его нет. Значит, вебинары проходят раз в месяц. Чтобы привести вебинар, нужно договориться с соответствующим преподавателем и так далее. Он должен не быть в командировке и прочие-прочие нюансы. Могу сказать, что у нас следующие вебинары, они немножечко располюсуются, потому что мы сказали уже, что формируем проект «Учитель-партнер» в ШВН. Те из вас, кто пришел по, так сказать, рекомендациям своих преподавателей, у вас была отдельная регистрация, у вас будет отдельный вебинар, у остальных будет отдельный вебинар. Вы немножко располюсуетесь. Кому очень хочется попасть вот в ту группу, которая через учителей, значит, подключайте своих преподавателей, рассказывайте им, что такая интересная штука. Напоминаю, в следующий понедельник будет вебинар для преподавателей. Четвертый вебинар в нашем цикле. Это закрытая вещь, это не для школьников, но это именно про то, как подготовить школьников к Олимпиадам. На вебинар будет регистрация, будет, соответственно, рассылка, будет на сайте и так далее, так далее. Так что называется, следите за новостями. Так, очень надо нам ускоряться, коллеги, потому что много вопросов. Является отдельным, не знаете ли, нет, не знаю, действительно не знаю, друзья. Посмотрите на юг. сайте, точно совершенно в ближайшие полтора-два месяца будет. Вот, единственное, что обращаю внимание, обычно сейчас не открытые двери идут не по факультетам, а по образовательным программам. На факультете программ, право несколько образовательных программ. Так, по религиоведению, нет, я не слышал. То есть, вот не слышал, не знаю, думаю, что нет. Думаю, что нет. Это слишком-слишком узкий момент. Какие Олимпиады стоит писать, чтобы поступить в соответствующий вуз в пункте. Друзья, вот это то, что я как раз говорил, это вот надо открывать сайты вузов. К счастью, сейчас на вуз не надо ехать. Открывайте сайт и изучайте. Изучайте. Вот я вам специально вначале показал вот этот вот большой список. Да, это значит, обычно этот раздел на сайте, он, во-первых, в разделе абитуриентов. Да, любой вуз имеет сейчас свою страничку для абитуриентов. И там должен быть пункт «Особые права для предоставляемой победителям и призерам Олимпиады». Да, вот на него кликаете, по крайней мере, вышки так. И вы увидите, у каждой Олимпиады свой список. Там три странички особых прав, кому что и так далее. Да, так что изучайте и смотрите. Так, значит, какие Олимпиады нужно сдавать? Человек интересуется политологией и историей. Ну, опять же, вы идете на историю, на политологию, да. Значит, ясно совершенно, что общество знания засчитывается. Ясно совершенно, что на политологию засчитывается Олимпиада по политологии. А дальше смотрите еще. Обратите внимание, помимо обществоведческих Олимпиад, обязательно, обязательно, значит, Олимпиады мы даем льготы и победителям по математике, даем льготы по иностранным языкам и так далее. Смотрите внимательно эти вещи. Единственное, что хочу сказать, после того огромного перебора, который был в прошлом, в позапрошлом году у политологов, вот политологи, они сильно уменьшили льготы олимпиадникам. Про этот год пока ничего не могу сказать. Но если будете смотреть на политологию, смотрите не позапрошлогодние, а вот 20-го года льготы, они будут ближе к реальности, чем позапрошлому. Тут радикальное было изменение. Так, бежим дальше, дальше, дальше. Так, Минаева пустили, вебинары, безусловно, бесплатные. Конечно, вы сегодня не платили деньги, я надеюсь, вот так. Значит, информация по олимпиадам есть, но давайте я еще две минуты или с силой одну так поотвечаю, или все уже. А, похоже, что все, да? Все, отлично. Коллеги, будут вопросы еще в конце, да, в конце, сегодня пятница, так что я никуда не спешу. Если сейчас буду продолжать тщательно вопросы, ну, кому-то может стать скучно, и значит, соответственно, вы разбежитесь. Итак, коллеги, презентация видна? Да. Отлично. Ну, все, движемся. Итак, очень важный, очень короткий разговор про две модели, две модели человека в социологии. Прежде, чем начну говорить, вот мой вам большой, серьезный совет, кто конспектирует, и даже кто не конспектирует, напишите себе на бумажке, где-то примерно через неделю, через неделю, обязательно зайти на нашу страничку ВКонтакте, поступаем в вышку, и на социологию и ГМУ. Я, так сказать, публично произношу кряту, что в течение недели я выложу туда обновленный список рекомендуемых первоисточников, первоисточников. К некоторым даже там вопросы, чтобы вы могли самостоятельно работать. Друзья, мы очень хотим, чтобы повышался уровень Олимпиад. Вот почему вебинары бесплатные и так далее. Вы помните, с чего я начал? С того, что уровень Олимпиад на самом деле оставляет желать лучшего. Почему он оставляет желать лучшего? Много объяснений, но надо же его исправлять. Вот наши Олимпиадные вебинары, они вот про это. У вас там сейчас 50-10 человек было. Вот я надеюсь, что у вас уровень будет выше, чем у тех, кто не посещал вебинары. Значит, поэтому обязательно зайдите в течение недельки, там появятся для вас важные рекомендации. Важные рекомендации. Некоторые источники я просто выложу в электронном виде. Мне они совершенно их не жалко. Так что понятно. Единственное, не сегодня, вот давайте через недельку. Итак, коллеги, два модели. Про эти модели, коллеги, подробно можно прочитать в замечательной книжке учебники Вадима Валерьевича Радаева «Экономическая социология». Вот первые две главы, два параграфа, они как раз посвящены вопросам о том, там одна эволюция экономического человека, эволюция социологического. Пролистайте ее, плюс у нас в учебнике про это тоже есть. Здесь кратко, с чего начинается модель экономического человека. Экономическая модель начинается с поведения отдельно взятого индивида. Вот этот индивид ведет себя специфическим образом, он рационально взвешивает доступную информацию, он ориентируется на себя, на себя любимого, он эгоистичен, и он самостоятельен, он автономен, иногда говорят свободен. И вот исходя из поведения такого человека, мы начинаем выстраивать математический аппарат, который бы это поведение описывал. Вот так у нас возникает с вами наука под названием микроэкономика. Она описывает поведение отдельно взятого человека, ну или фирмы, которая, маленькой фирмы, которая похожа в своих действиях на индивида. А дальше экономисты делают примерно следующий шаг. Они говорят, как действуют, как ведут себя отдельно взятые индивиды, мы знаем. Теперь давайте посмотрим, что произойдет из взаимодействия этих самых индивидов. И соответственно от индивида мы с вами переходим куда? К обществу. К обществу. хорошее это и так возникает макроэкономика, так возникает макроэкономика, не могу говорить. Значит, соответственно, когда вы изучаете экономическую науку вот в движении от микро к макро, это правильный подход, в том числе и с точки зрения того, что он соответствует базовой логике, точнее логике базовой модели. Хорошая это модель или плохая? Ну, конечно, хорошая, иначе бы за нее бы Нобелевские премии не давали. В чем ее главное преимущество? Давайте с вами посмотрим. Ее главное преимущество вот в этих вот трех, иногда четырех позициях. Вот посмотрите, облик человечка, который мы здесь с вами получаем, оказывается очень непритягательным. Я думаю, вы согласитесь со мной. какой-то убогий человечек, рациональный эгоист, который действует только в своих интересах. Не дай бог такого товарища иметь своим товарищем, спутником жизни, другом и так далее. Вы будете тонуть, говорить, дай руку, а он скажет, сейчас посчитаю. Скажет, нет, 49 за, 51 против, ты как-нибудь сам. Первый вопрос, зачем экономисты так излодовали человека? Мы же понимаем, что человек не такой уродец, как вот он здесь описан. Не надо ругать экономистов, не надо начинать говорить, как иногда говорили их критики, что какую пародию нарисовали на человека, Достоевский, Толстой, Экзюпери, далее по списку. Проблема очень простая, друзья мои. Это модель сознательно упрощенная, сознательно упрощенная. Точно так же, как сознательно упрощенной моделью является введенная Галилеем модель материальной точки. Галилей же не говорит нам, что вот эта вот ручка это точка. Он нам говорит, при определенных обстоятельствах и при определенных задачах мы можем ее рассматривать как точку. Это не значит, что мы должны забыть о том, что этой ручке есть четыре цвета и прочие, прочие вещи. Вот абсолютно то же самое и здесь. Вот это колоссальное упрощение человека и его поведение приводит к чему? К тому, что экономисты получают возможность на широчайшее использование методов математики. Потому что, друзья мои, нет времени это долго обосновывать, но думаю, что вы, если поразмышляете, вы сами разберетесь с этим тезисом, что математика при всей своей сложности она умеет описывать только очень простые объекты. До тех пор, пока в физике не появилась материальная точка, в физике, по большому счету, никакой математики не было. В физике Аристотеля не было математики, именно потому, что там не было точки, там были реальные объекты. К реальным объектам математика неприложима. Если мы ее приложим к реальному, мы все равно сначала его идеализируем. Так вот, друзья мои, та же самая картинка, абсолютно та же картинка наблюдается у нас с вами и применительно к модели экономического человека. Кто конспектирует, запишите замечательный афоризм одного социолога. Рациональный эгоист, рациональный эгоист, это в кавычках материальная точка, материальная точка, экономической науки. Материальная точка экономической науки. Вот мы с вами понимаем все ее преимущества огромные, эта математизация, ну и соответственно все огромные, все огромные минусы. Я прошу прощения, на одну секундочку прервусь, тут мне пришло от руководства важное смс. Сейчас перейти. Субтитры создавал DimaTorzok Извините. Значит, итак, важнейший момент. Благодаря вот этому колоссальному упрощению экономисты получают возможность на мощнейшее использование методов математики. Даже слово использование здесь не совсем адекватно. Математика это язык экономистов. Они на нем говорят, как говорят, например, физики теоретики. Друзья мои, но не бывает плюсов без минусов. Мы несколько раз сказали слово упрощение. Мы понимаем, что вот этот человечек это не совсем реальный человечек. Это упрощение работает в определенных ситуациях, а в каких-то определенных ситуациях оно оказывается уже слишком сильным и слишком грубом. В частности, друзья, можете отметить себе важнейшее ограничение этой модели. Она почти не в состоянии учитывать влияние социокультурных факторов на поведение человека. Она почти не в состоянии учитывать влияние социокультурных факторов на поведение человека. Мы с вами из обычного нашего жизненного опыта понимаем прекрасно, что социокультурные факторы влияют на поведение человека. Мы знаем, что женщины ведут себя иначе в магазинах, чем мужчины. Молодежь покупает иную одежду, чем старшее поколение. Жители городов читают другие книги, смотрят другие передачи, вообще проводят иначе досуг, чем жители села. Мы с вами прекрасно понимаем, что представители разных этнических общностей действуют совершенно по-разному в социальной жизни, в экономической жизни. Мы понимаем, что в разных общественностях по-разному принято количество детей и прочие-прочие вещи. И даже такая штука, как религия, как показал нам великий Макс Вебер, после него многие авторы, оказывает огромное влияние, например, даже на экономическое поведение человека. Вот все это приводит нас к очень важному выводу. А еще раз говорю подробнее, он у Вадима Валерьевича Радаева, сейчас лишь крупными мазками, да, что в целом в ряде случаев это упрощение оказывается слишком серьезным, слишком грубым, да, и нам нужна какая-то альтернативная модель, да, какой-то другой инструментарий. Вот тогда и появляется модель социологического человека, да. Я их специально нарисовал рядышком, чтобы мы с вами увидели, что они, по сути дела, представляют собой зеркальное отображение друг друга, да. Здесь общество является следствием действий людей, здесь наоборот, человек изначально оказывается принадлежащим обществу, а также множеству сообществ, которым в нем существует, да. Социологическая модель исходит из того, что человек с момента своего рождения и до конца своих дней принадлежит к огромному количеству различных социальных образований, социальных групп, социальных общностей, социальных страт, слоев, культур и так далее, и так далее, и так далее. И что самое главное, друзья, самое главное то, что во всех этих социальных общностях и группах существует огромное количество норм, ценностей, стереотипов, которые осознанно, а в большинстве случаев неосознанно реализует человек в своем социальном поведении, да. Вот, собственно говоря, здесь мы с вами видим социологический взгляд на человека. Вот видите, я здесь выделил красным цветом нормы и группы, да. Слово нормы – это одно из самых часто используемых слов в социологии. Мы с вами исходим из того, что человек действует в обществе, прежде всего опираясь на определенные социальные нормы, которые существуют в социальных группах. Этих групп, друзья мои, огромное количество. Вот есть такое замечательное упражнение, вот особенно вот замечательное, что сделает группы. Со школьниками его очень хорошо делать, вот вы можете дома его проделать, пожалуйста. Когда вы прочитаете внимательно, что такое группы, что такое общности, чем они отличаются от категории и так далее, вот сделайте задание. Я его кратко сформулирую. Надо написать, найти, потом написать как можно больше социальных общностей и групп, к которым принадлежите лично вы и которые так или иначе оказывают влияние на вас, на ваше поведение своими нормами и ценностями. Так как можно больше. На первый взгляд, задание совершенно ерундовое. Сложность этого задания в том, что оно носит количественный характер. То есть, друзья мои, задание считается сделанным на удовлетворительную оценку, то есть на 3 с минусом. Если вы смогли привести 25 примеров, 25 примеров привели, ладно, уговорили 3 с минусом. Если хочется 4 и 5, это должно быть 45-50. В высшей степени полезное задание. Для Олимпиады, для всего. Вы после этого начинаете видеть общество. Вот как я люблю очень этот образ. Вы посмотрели на небо ночное, там Млечный Путь. Это некое пятно на небе. Взяли даже простейший бинокль, и вы увидели, что на самом деле оно состоит из миллиардов звезд, точечек. Вот примерно так же мы смотрим с вами на общество, пока мы не начали заниматься социологией. Это некое пятно вообще. Вот после того, как вы сделаете это упражнение, сделаете, особенно если не халтурно, над ним надо посидеть, подумать, ехать в транспорте, размышлять, искать, еще и еще, да. Вот общество предстанет перед вас, вот перед вами, вот таким вот звездным небом, а не пятном. Вы увидите его, состоящим из множества, из великого множества социальных ячеек, да. Итак, социологическая модель говорит нам о том, что человек принадлежит к огромному количеству этих социальных общностей и групп, которые так или иначе оказывают на него, на его поведение, влияние своими нормами и ценностями. Еще один вопрос, который обязательно надо рассмотреть, это стрелочка. Друзья мои, предвижу вопрос. Слушайте, ну это же и так очевидно, да. Ну понятно совершенно, вот в этой группе так принято, вот в этой группе и так принято. Мы это знаем все без всякой социологии. Что тут изучать? Логика правильная, потому что наука, наука должна изучать то, что не лежит на поверхности, правильно? Неужели эта стрелочка не лежит на поверхности? Нет, не лежит. Есть много объяснений, я укажу два, их вполне достаточно, да. Первое объяснение уже в тех числах, которые я называл, 25, 30, 50, да. Человек не способен воспринимать одновременное воздействие такого количества факторов на свое поведение. Есть такое число, 7 плюс минус 2. Вот это максимум, чего может воспринимать одновременно человек. 7 плюс минус 2. То есть до 9, до 10, 50 никогда в жизни. Эта стрелочка не видна. Раз. Ну а вторая причина еще более простая. Чаще всего человек уже, так сказать, принадлежит к этому обществу, к этой группе, либо с рождения, либо очень давно. А значит, воздействие вот эти нормы и ценности, он воспринимает не как социальные, а как какие нормы, как естественные нормы, как само собой разумеющиеся, да. И это еще одна причина, причем самая серьезная причина, по которой мы не видим с вами эту стрелочку. Когда вы будете читать раздел «Семья», вы увидите, да, что существует, сцолги выделяют разные формы семьи и брака, да. И что групповой брак, потому что в связи с циологических теорий не считается искаженной формой брака. Есть старые теории, которые вообще считают, что человечество прошло через все самые разные формы брака, в том числе групповой, да, все народы и так далее. Да, старые теории, но они никуда не исчезли, да. Все это можно прочитать, ответить на экзамене, но, друзья мои, каждый из вас в глубине души будет понимать, что все-таки та форма брака, которая господствует в нашей культуре, она правильная, естественная. От этого никуда невозможно деться, да. Это одна из сложностей социологии. Итак, друзья мои, вот мы с вами разобрали эту основную социологическую модель, да. Из нее вытекает задача социологии, как ее можно сформулировать, да. Изучить влияние на поведение человека, которые оказывают правила, нормы, ценности, стереотипы, существующие в социальных общностях и группах, членом которых он является. Не будем записывать, времени нет смысла, я думаю, вы поняли. Изучение влияния вот этого фактора на этот фактор. Некоторые мои коллеги иногда даже вообще крайнюю позицию занимают. Они говорят, что социология вообще не занимается человеком, она занимается вот этим. Это крайняя позиция, я с ней не совсем согласен. Но то, что человек в социологии появляется точно не в первой главе и даже не в четвертой, это совершенно верно, да. Мы с вами понимаем, что он и не может появиться здесь раньше, да. Ну что ж, друзья, теперь важнейший пункт. Мы перебегаем, как построить курс на основании этой модели. Вот это очень важный пункт. Даже когда очень краткие курсы приходится читать, я всегда вот не брезгую этим пунктом, не пренебрегаю, потому что он, на мой взгляд, стоит очень многих других. Если вы поняли внутреннюю логику социологического курса, социологической науки, вы поймете и логику, как отвечать на экзамене и как писать эссе и тай. Поэтому слушаем внимательно. Очевидно, что курс надо начать, мы с вами сказали, вот с этого. Это определяющее, а это определяемое. Но чего только в обществе нет. Мы с вами понимаем, общество – это очень сложная реальность, да. В нем много всего присутствует. А главное, друзья, общество нельзя, возможно, пощупать. Оно визуально нам с вами не дано. Ткните рукой и покажите мне общество. С одной стороны, оно нигде, с другой стороны, оно охватывает нас везде и всюду. Нам надо выбрать что-то более осязаемое, понятное, что было бы обществом. С которым является группа? Вот часто группу сравнивают с треугольником в геометрии или еще сравнивают, знаете, с чем? С клеткой, с клеткой в биологии, да, в биологической науке. С одной стороны, все живое состоит из клеток. А с другой стороны, и это даже более важно, более важно, клетка является простейшей формой жизни, да. Любая клетка должна дышать, любая клетка должна питаться, осуществлять энергообмен и так далее. И как бы мы сложны с вами не были, мы должны выполнять все те же самые функции клеток. Вот абсолютно то же самое можно сказать про социальную группу. Социальная группа, друзья мои, это общество в миниатюре, общество в миниатюре, да. Поэтому если мы слайдно разобрались с социальной группой, мы очень многое поняли в обществе, да. Бежим дальше. Итак, давайте посмотрим структуру. Вот это структура, которая лежит в основе нашего вот этого синего учебника, который я вам уже, как сказать, показывал на предыдущих слайдах, да. Очень кратко основные идеи. Первый шаг – группа. Группа. Что надо вам понять, что вам надо понять, вот здесь слушайте внимательно, что вам надо освоить, когда вы осваиваете материал группы. Первое. Очень важно разобраться с базовыми понятиями. Группа, категория, общность, квазигруппа, агрегат – это то, что должно отлетать от зубов, без размышлений. Значит, очень важно брать темы, понятия, которые приняты в мировой науке. Друзья мои, к сожалению, к сожалению, в школьных учебниках есть бардак на эту тему. Женщины часто называются социальной группой. Женщины не являются социальной группой, да. Они являются социальной категорией или социальной общностью. Вот здесь нужна точность формулировок, да. Что еще, друзья, вы должны будете разобрать с группами. Значит, в чем специфика социологических заданий в Олимпиадах? Вот мы доходим с вами до важнейшего момента. Социологические задания в Олимпиадах, они практически все про то общество, которое за окном. Вот про то, которое у вас за окном, у меня за окном. Пост-индустриальное или, более точно, пост-современное. Общество, которое преподнесло социологам бесконечное количество сюрпризов. Я назову два сюрприза. Кто из социологов предполагал, что религия доживет до этого общества? Никто. Она всеми рассматривалась, как умирающий институт. Напомню, коллеги, по данным ЮНЕСКО, 85-86% людей в мире считают себя религиозными. Причем в России похожий процент. Можно сказать, что речь идет об институте, который умирает, да. Если 86% нет. Похожий сюрприз связан с этносами. Не борьба о буржуазии с пролетариатом сегодня трясет мир, а трясут межэтнические и межконфессиональные конфликты. Казалось бы, то, что должно было остаться в Средневековье, в Средневековье, а оно и сейчас. Это простейшие вещи. Вот, к сожалению, друзья мои, именно вот эта специфика постсовременного общества, она очень часто не учитывается во многих учебниках. Вот давайте я для вас сформулирую сверхзадачу. Какая у вас должна быть сверхзадача при подготовке к Олимпиаде? Когда вы можете сказать, выдохнуть и сказать, все, я готов. Мама, я пошел гулять, я ко всему готов. Ответ очень простой, друзья. Если я вас сейчас попрошу сравнить современное общество и постсовременное, индустриальное и постиндустриальное, уверен, что вы кое-что напишете. Вы вспомните про информационное общество, да. Вы наверняка вспомните про новую роль науки, знания, да, новую роль университета, новые явления в социальной мобильности, в социальной структуре. Ну, собственно говоря, наверное, скорее всего и все. Вот ваша сверхзадача стоит в чем? Видите, вот сколько здесь ячейок. Это разделы, это главы социологии, темы социологии. В новом олимпиаде или почти готовом, да. Если вы, слушайте внимательно, можете сравнить постсовременное и современное общество с позицией каждой социологической темы. Каждой социологической темы. Вот социальные группы. Вот что вы можете сказать про социальные группы в связи с традиционным обществом, современным обществом и постсовременным обществом. Если можете, то замечательно. Конечно, вот эту информацию в учебнике вы не найдете. Здесь нужно смотреть авторов. Я напишу, это, конечно, например, восстание меньшинств Ионина. Это, конечно, Андерсон, воображаемое сообщество. Это, конечно, между прочим, Эрик Фром «Бегство от свободы». Потому что свобода, о которой говорит Эрик Фром в своей замечательной книге, прежде всего, свобода, которая брушилась на человека нового времени, который неожиданно обнаружил, что он свободен от своих социальных групп. Итак, друзья, а последний пункт здесь какой? Ну вот мы с вами разобрались с социальными группами, разобрались с тем, в каких обществах какие есть. И чего дальше? Ответ следующий. Мы теперь должны понять, а какую роль группы играют в жизни человека? Вот в этом обществе такие группы, вот в этом обществе такие группы. Ну, а для человека это какую роль играет? Вот здесь прекрасный текст, замечательный текст. Эмиль Гюргейм «Самоубийство». Это как раз об этом. Бежим дальше, друзья мои. Группа из чего-то состоит. Она состоит из ролей. Роли – это свойства группы, из норм и из ценностей. Роли у всех разные. Вот у нас с вами сейчас разные роли. Я преподаватель, вы ученики. А нормы ценностей одинаковые. Вы хотите классно подготовиться, и я хочу классно подготовиться. Мы вежливо взаимодействуем. Я и вы. Значит, роли в группе разные. Нормы ценностей одинаковые. Это интегральная характеристика. Ее можно уподобить. Роли – это как органы в живом организме. А нормы ценностей – это как кровеносная система. Что происходит с организмом, если заболела кровеносная система? Скорее всего, ничего хорошего. В смысле, не выживет. Вот, друзья мои, очень серьезное явление в обществе – это болезнь нормативно-ценностной системы. Это аномия. Бежим с вами дальше. А вот дальше смотрите следующие темы. Социальный контроль. Мы должны посмотреть теперь после того, как разобрались, как устроена группа. Да, группа, конечно, должна быть, не общество. Это ошибка. Мы можем посмотреть, как теперь группа взаимодействует с индивидом. Это социальный контроль. И, конечно, интереснейший вопрос, а каким образом и почему возникают девианты, если у группы есть все возможности для того, чтобы этих самых и девиантов искоренить. И какую роль играют девианты в жизни общества и группы. Ну и следующий шаг такой – социализация. Это вопрос, связанный с тем, о чем мы уже с вами говорили. Дело в том, что, как мы уже сказали, чаще всего человек не воспринимает эти нормы, как внешние требования. Чаще всего человек рассматривает эти нормы, как само собой разумеющиеся. А это что означает? Это означает, что группа проросла через человека. Она его подчинила себе. Внешнее стало теперь внутренним. Я хочу умыться с утра не потому, что я боюсь санкций, а потому, что таково мое внутреннее желание. Но это желание порождено группой. Социализация, друзья мои, я про это скажу лишь очень короткую фразу. А ее очень любят пренебрегать школьники, потому что, на первый взгляд, это самая простая тема. На самом деле, это заходный, серьезнейший разговор о социальной природе человека. Поверьте мне, друзья, представление о том, что человек состоит из двух половинок. Одна из них биологическая, другая социальная. И больше тут ничего не надо изучать. Мягко говоря, сильно упрощенная. Здесь шикарные тексты. Бергер. Общество в человеке. Именно общество в человеке. Ну и, конечно, Лев Семенович Выгодский. Мышление и речь. Заметьте, речь это социальное, мышление это индивидуальное. И Лев Семенович показывает нам интереснейшие соотношения, которые неожиданные. Ну, естественно, где есть группа, там есть межгрупповое взаимодействие. Заметьте, коллеги, все. Мы с вами прошли, прошли первый некий круг. Мы исчерпали разговор про социальную группу. Раздел можно назвать «Социология малой группы», «Микросоциология». А дальше мы поднимаемся наверх. И тот же самый путь проделываем, но уже на макроуровне. Надстраивая вот эти темы над тем, что нам уже известно. Общество, объект макросоциологии. Как мы определим общество? А очень интересно. Общество – это большая социальная группа, которая... Опа! Мы услышали «большая социальная группа» и сразу же с вами обнаружили, что мы много знаем. Надо подсчитать. Группа состояла из ролей. У нее была ролевая структура. Аналогом ролевой структуры является социальная структура, система статусов и так далее. Нормы и ценности, мы сказали, в группе одинаковые. Да, в обществе есть неравенство, но даже люди, живущие в совершенно разных социальных стратах, они, живя в обществе, говорят, например, на одном и том же языке. Это есть культура, социология культуры. Ну а дальше появляется хвостик, друзья мои, третий раздел, который не имеет аналогов на микроуровне. Это макрохарактеристики, это социальные институты. Что делают социальные институты? Друзья, запомните раз и навсегда. Институты регулируют наше поведение. Институт – это всегда регулятор. Путем чего он его регулирует? Путем его стандартизации. Стандартизации, да. Мы должны действовать стандартным образом. Предвижу возражения. Зачем мне действовать стандартным образом? Я не хочу быть стандартным. Я хочу быть уникальным. Я тоже хочу, друзья. Но давайте поймем, что стандартное поведение делает нас какими предсказуемыми. Без предсказуемости поведения невозможно устойчивое взаимодействие. Только благодаря институтам жизнь общества предсказуема. Мы закончим сейчас с вами занятие. Пойдем на остановку общественного транспорта. Мы предскажем, что придет автобус, метро, и оно придет. Друзья мои, какой бы удивительный и уникальный человек там ни был. Наше предсказание сбылось, да. А потом мы пришли в магазин и предсказали, что какую-то бумажку мы поменяем там. Хлеб, масло, колбасу. Друзья мои, и наше предсказание сбудется. Потому что мы окажемся в сфере действия Института экономики. Значит, друзья мои, институты отвечают за стабильность общества. Они отвечают за его развитие. И в конечном счете они, голубчики, виноваты в чем? В кризисах. Вот дальше институты общества, религия, семья, образование. У меня здесь не появилась, не поместилась наука. Ну и последний шаг. Мы говорили, помните здесь, как взаимодействуют друг с другом группы. Ну а теперь стоит вопрос, как взаимодействуют друг с другом общество. Они взаимодействуют в рамках процесса глобализации. Вот обратите внимание на эту картинку. Откройте учебник по обществу, знанию, программу, любую, в ГОС и так далее. Вы увидите, вот все эти темы есть в школьной программе. Я ничего не придумал, да. Но согласитесь, они расположены там в несколько иной логике, да. Логика, которая здесь представлена, это старый добрый дидактический прием, который называется от простого к сложному и так далее, и так далее, и так далее, да. Значит, соответственно, это и есть структура курса. Вот по этой структуре выстроен наш учебник синий. И многие вот наши учебники из тех, которые мы сейчас подготовили для школьников, выстроены так. Я вам рекомендую двигаться при изучении социологии, подчиняясь вот этой логике. Почему? Потому что она соответствует чему логике модели. Все, я здесь указал из социологии. Ну, нет, конечно, ну, вот культура, например, да, в культуре сидит множество тем. Это и социология повседневности, это и этносы, и так далее, и так далее. Отлично, друзья, движемся теперь с вами дальше, ибо материала еще много, времени остается мало. А сегодня вечер пятницы, не будем про это забывать. Итак, вот теперь мы с вами и подошли. Вот когда мы разобрали вот эти принципы, мы с вами и подошли к ключевому вопросу. Что значит дать социологическое объяснение социальным явлениям, да? Ну, вот я вам сделаю заход на эту знаменитейшую работу Тюргейма, которая его, кстати, одна из первых прославила. Ну, а дальше посмотрим с вами уже на примерах, да? Тюргейм рассматривает проблему от следующего угла зрения. Значит, самоубийство, да? Стандартное объяснение, которое существует у этого явления, это объяснение психологическое, да? Во-первых, говорят, что человек находился, видимо, в особом состоянии психологическом, а во-вторых, говорят, что нормальный человек на такое не способен, да? Если у человека это произошло, у него, значит, были какие-то психологические отклонения. Это, говорит Тюргейм, настолько вот устоявшееся мнение, что оно превратилось сегодня в некий стереотип. Но так ли это? Вот смотрите, друзья, какую интересную проблему здесь ставит Тюргейм. Психологи и обыватели говорят, причина психологическая. А он говорит, я предполагаю, что социальная. И вот встает вопрос, а как это проверить? Когда мы говорим о физических причинах, они так или иначе наблюдаются на опыте. Вот у меня есть один бильярдный шарик, по нему ударил другой. Что причина, что следствие? Мы видим с вами глазками. А здесь ни психологическая причина, ни социальная причина не видна. Кто конспектирует, зафиксирует и знаменитый тезис Тюргейма. Социальные факты видны в статистике. Социальные факты видны в статистике. Значит, соответственно, давайте с вами посмотрим на статистику, говорит нам Тюргейм. Вот тогда мы с вами, опираясь на статистику, сможем ответить на вопрос, это явление социальное или же психологическое. Прежде всего, говорит нам Тюргейм, нам надо найти два этносу, например, или любые другие социальные группы, которые будут различаться количеством психологических отклонений. Надо взять одну группу, где этих отклонений будет много, а другую, которую будет мало. Посмотреть, как там с самоубийствами. Тюргейм находит две такие группы. Иудеи – значительное количество отклонений. Это то, что сегодня называется так называемой латентной шизофренией. Это то, что коррелирует с талантом, способностями и так далее. Что же мы с вами имеем в области самоубийств? Если правы психологи, то тогда у этой социальной группы должны зашкаривать самоубийства. Открываем статистику и видим все наоборот. Оказывается, в иудейских общностях самоубийств вообще почти не существует. Давайте-ка возьмем другую какую-нибудь общность, где будет мало психологических, психических отклонений. Ну, это, конечно, немцы, говорит нам Тюргейм. Да, мы знаем, немцы – это здоровая нация, да, всю жизнь и на Олимпиадах первые места и так далее. Нет там никаких психических отклонений, минимальных. Что же у нас с самоубийствами? Друзья мои, и во времена Тюргейма, и во все последующие, вечно в пятерке лидеров в этом мрачном списке. Ну что, удалось нам с вами подтвердить гипотезу статистическую о психологической детерминированности самоубийств? Нет. Ну, а теперь, говорит Тюргейм, давайте-ка возьмем другую статистику. Возьмем с вами немцев. Во всем одинаково. Во всем одинаково. Это будут мужчины, средний возраст, семейные, горожане, средний класс и так далее, и так далее. Даже он иногда берет жителей одной провинции, чтобы все было одинаково. Но одни будут у нас протестанты, а другие у нас будут католики. И что обнаруживает Тюргейм? Вот здесь даже не полностью это представлено на схеме. Процент самоубийств у протестантов не просто выше, а значительно выше у католиков, чем у католиков. Можете отметить себе, в 3-5 раз выше процент самоубийств у протестантов, чем у католиков. Друзья мои, в 3-5 раз. То есть на 300-500 процентов. Это сумасшедшие величины. Мы в современной социологии, даже в достаточно грубых измерениях, иногда ловим 3-2 процента. И это уже считается, если ее сделать, закономерностью и так далее. А здесь 300 процентов. Можно ли это списать на случайные причины? Нет. Но, друзья мои, протестанты или католик, это совершенно точно не психологическая, а социальная характеристика. На этом основании Георгейм и приучает возможность сделать гипотезу о том, что действительно самоубийства имеют определенную связь с социальными параметрами. Дальше его работа о разных типах. Итак, мы с вами получили очень важный, очень важный пример того, что значит дать социологическое объяснение с социальным явлением. Значит, смотрите, друзья мои. Первый закон Георгейма, условно говоря, закон Георгейма. Нет у него такое название, но это его положение. Он звучит так. Социальное можно объяснять только социальным. Социальное необходимо объяснять только социальным. Это принцип, который в свое время еще со времен Ньютона называется принципом однородности причин. Физическое, говорил Ньютон и его соратники, можно объяснять только физическим. А чем еще его объясняли? Сверхъестественным, божественным и так далее. Ради Бога, объясняйте. Но это будет не физика. Это будет теология, что нельзя, можно, но это не к нам. Вот социологическое объяснение точно так же. Значит, что нельзя объяснять психологически? Нет, не значит, друзья мои. Просто это другая наука. Очень часто школьники эти вещи путают. Да что школьники студенты? Гумилев объяснял события, которые происходили в истории человечества, вписанностью человечества в космические процессы. У него интереснейшая концепция. Можно сказать, что она ненаучная. Нет, нельзя. Это надо спорить и обсуждать. А вот что мы о ней точно можем сказать, что она не является какой-то социологической. Чижевский прекрасную, интересную концепцию создает. Тот самый, который Люстру изобрел Чижевского. Ее элементы есть в современных кондиционерах, ионизаторах и так далее. Чижевский обнаружил связь воин, чистоты воин с глобальной солнечной активностью. Солнечная активность выше, и войны начинаются, меньше заканчиваются. Возможно, такая связь? Да. Эта социология нет. Социальное надо объяснять социальными причинами. Что значит социальными причинами? Стереотипами, нормами, ценностями, которые существуют в социальных общностях и группах. Мы с вами дальше будем смотреть, если мы читаем Тюргейма. А как объяснить, как объяснить особое положение протестантов? А как объяснить католиков спецификой их социальных групп? Это и есть, это и есть, безусловно, социологическое объяснение. Если вы даете объяснение, опираясь на антропологические свойства человека, человек всегда стремится к собственному интересу, человек всегда жаден и так далее. Это все, что угодно, друзья, но только не социология. Друзья мои, а как научиться давать вот такие социальные объяснения, социологические объяснения? Вот, друзья мои, ярчайший пункт этот. Надо научиться видеть социальное там, где его, казалось бы, нет. Попробуйте, поищите социальное там, где его нет. Привыкаем, да? Ну, давайте с вами простейшее задание сделаем, да? Это задание в свое время было давным-давно на конкурсе «Юный социолог». Вот, оно простенькое, нам сейчас для разлигия. Вот, давайте его, тем более я уже подсказал, на что оно, да? Итак, студенты одного колледжа, известная история, правда, нет, никто не знает, решили пошутить после того, как они сдали выпускные экзамены. Запустили трех поросят в здание колледжа. На одном написали цифру один, на втором цифру два, а на третьем четыре. Поросят поймали за полчаса. Но, еще целую неделю вся администрация колледжа искала поросенка под номером три. Смотрите, с каким социальным явлением мы имеем дело в данном случае? Вот, задание это интересно именно тем, что оно обращает внимание здесь на самом простом уровне. Но очень интересный момент. На первый взгляд мы имеем дело здесь не с социологией, а с математикой, правильно, да? Но если мы с вами поразмышляем, то мы с вами легко поймем, что, безусловно, явление, с которым мы сегодня имеем дело, это что такое? Это стереотип. Стереотип, который существует у нас, согласно этому стереотипу, после двойки должна идти тройка. Друзья мои, это первый шаг. Вы понимаете, там предполагался большой развернутый ответ. Вот, чтобы ответить на этот вопрос полно, вот дома потренируйтесь. Я уже ответил. Мы имеем дело со стереотипом. Отлично. А как вам ответить полно? Я вам сейчас подскажу. Вот вам подсказочка, друзья мои. Распечатайте себе эту картинку. И начинайте смотреть на нее. И пробовать использовать темы социологического курса для ответа на этот вопрос. Но, во-первых, друзья мои, носителем любого стереотипа является что? Социальная группа. Проразмышляйте, в любой социальной группе будет этот стереотип, что после двойки должна идти тройка. Или не в любой социальной группе. А что мы с вами можем сказать относительно, например, социального контроля, связанного с этим явлением? На первый взгляд, никакой здесь социальный контроль невозможен. Друзья мои, а если мы с вами начнем нарушать принципы математики и принципы логики в жизни? Как раз у Дюргейма есть прекрасная мысль о том, что на самом деле наше мышление точно так же подвержено социальному контролю, как и наше поведение. Если мы будем нарушать правила поведения, нас изолируют от общества и посадят в тюрьму. Если мы с вами будем нарушать правила мышления, нас тоже кое-куда посадят. Например, в сумасшедший игру. Прогоните это задание через все позиции этой спиральки. Не везде получится зацепиться, но где-то точно получится. Итак, друзья мои, разобрались с этим пунктом. Теперь следующий очень важный пункт. Еще один. Что значит дать социологическое объяснение социальным явлениям? Необходимо максимально возможно отказываться от повседневных стереотипов и от оценок. Друзья мои, оценки – это то, что мучает всех членов жюри, когда мы читаем ваше эссе. Дайте-ка я сейчас пробегу вперед. Пример задания, о котором мы с вами сейчас немножечко поговорим. Гражданин Н – талантливый врач-кардиолог. Переехал с семьей из одной страны Юго-Восточной Арии. Стал работать в районной больнице небольшого города. Переезд был непростым. Трудности начались с поиска жилья. Практически во всех объяснениях о Баринде недвижимости было написано «Сдам квартиру славянам». Риэлторы бросали трубку, услышав голос с акцентом. Квартиру удалось снять только через диаспору проживающего города. Вот это первое абзац, задание из двухлетней или трехлетней давности Олимпиады по социологии. Это не все задание, это только начало. С чем мы с вами сталкиваемся в этом задании? С описанием некой несправедливости. Правильно? Но это нехорошо. Это неправильно, то, что талантливый врач-кардиолог оказался в такой ситуации. Дальше там еще хуже. У него есть конкурент из местных. Но у него там все люди помирают, как мухи и так далее. А вот люди бегут все равно к нему. Ну, совсем какое-то некрасивое явление. Друзья мои, мы с вами как люди его можем рассматривать как некрасивое. Если мы будем писать эссе по этике, то вот тут как раз надо говорить о том, что это явление ужасное, что нам стыдно за него и так далее. Но если это социологическое эссе, то все эти отстынки надо убрать в сторону. А вы знаете, какое количество текстов начиналось со слов «да», к сожалению, мы сегодня до сих пор имеем это явление. И мне стыдно за него и так далее. Не дай бог. Вы должны заняться здесь чем-то совершенно иным. Вот учитывая, что мало времени, друзья мои, я просто вам приведу пример. Вот смотрите опять тот же самый Дюргеймовский подход. Вот мы должны избежать оценок, мы с вами сказали. Вот пример. Дюргейм обсуждает вопрос, является ли преступление болезнью общества или оно нормально. Вот согласитесь, друзья, с точки зрения морали и права, вообще сам вопрос о морали. Конечно, преступление – это болезнь. Потому что мы с ним боремся, как мы хотим предотвратить болезнь. Вот прививки сделали мы все, да, правильно? Вот, соответственно, и болезни, и преступление как болезнь хотим искоренить. У нас даже врачи есть, полиция, суды. А вот Дюргейм подходит к этому вопросу не как этик, а как социолог. Давайте с вами очень пройдемся, кратко по его подходам. По вседневной жизни, говорит Дюргейм, обыватель ассоциирует болезнь с болью. Но так ли это? Так ли это? Нет, не так, говорит Дюргейм. Есть болезни без боли, есть боль без болезни. Что за болезни без боли, друзья мои? Ну, не все наши жизненно важные органы имеют нервные окончания, особенно внутренние. Они им не нужны. Зачем? Ну, руки должны быть у нервной окончания, а у внутреннего органа зачем? Но именно поэтому нередко страшные болезни проходят большую свою часть совершенно без боли. Больше того, говорит Дюргейм, сама неспособность человека воспринимать боль является чем? Является болезнью. А есть и обратная сторона – боль без болезни. Это что это такое? А вот у ребенка зубы режутся. Мы что скажем, что это болезнь? Что надо предотвратить резание зубов? Да нет. Или роды у женщин. Значит, друзья мои, что мы с вами видим? Повседневное представление о связи некоего признака с болезнью является каким? Неправильным и безосновательным. Что такое болезнь? Это некий дискомфорт, от которого мы хотим избавиться. Преступление – то же самое. Кому нравится преступление? Преступление Дюргейма сравнивает не с болезнью, а с болью. Но всегда ли надо боль преодолевать? Не всегда. Может быть и с преступлением так же. А как нам быть? Как нам ответить на этот вопрос? Можно ли научно дать ответ на вопрос о том, является ли данное явление нормальным или патологическим? Знаменитый пассаж Дюргейма. Критерий нормальности признака и его распространенность. Откуда мы знаем, что хвост – это нормальный элемент кошки? Да у всех кошек хвосты. А у людей хвост не является нормальным. Почему? Да потому что у людей нет хвостов. Теперь давайте подумаем самым. А что мы можем по этому поводу сказать про преступления? Вы много знаете обществ, говорит Дюргейм, где нет преступлений? Я не знаю ни одного. Значит, у нас есть основания предположить, что преступление – это как хвост у кошки. Он является нормальным явлением. Но мы не всех кошек видели. Поэтому нельзя сразу же на основании опыта утверждать. Не видели все общества. Поэтому теперь, после того, как мы так предположили, значит, мы с вами должны выяснить, почему. Если мы будем говорить про кошку, мы будем объяснять, зачем хвост нужен кошке. Как он связан с ее природой, с образом жизни. Интереснейший пассаж Дюргейма. Как же связано преступление с самой природой общества? И самое интересное, собственно говоря, какую пользу приносит преступление общество? Вывод Дюргейма совершенно неожиданный. Без преступления не было бы прогресса. Без преступления невозможна была бы адаптация общества к изменяющимся условиям. Друзья мои, что общего между преступлением и прогрессом? Очень просто, говорит Дюргейм. И то, и другое своим необходимым условием имеют что? Возможность нарушить норму. Возможность нарушить норму. Прогресс – это что такое? Это изменение правит, изменение образа жизни и прочего-прочего. Любое новаторство, говорит Дюргейм, сначала приходит в мир как есть. Не случайно великие новаторы часто заканчивали жизнь печально. Так вот, друзья мои, получается, что если мы создадим общество, где все люди будут действовать, где сама возможность преступления исчезнет, это значит, что все люди будут поступать только в соответствии с правилами и нормами. Но это значит, что не будет прогресса. А если произойдет изменение в окружающей среде, общество не сможет к этому садаптироваться. Поэтому не само по себе преступление, говорит Дюргейм, а его слишком высокий или, наоборот, слишком низкий уровень является болезнью. Например, преступлений почти нет в обществах, которые находятся на грани голодной смерти. Но вряд ли, говорит Дюргейм, мы это сделаем критерием совершенствования. Вот, друзья мои, это очень интересный и очень важный пункт, на который мы с вами здесь обратили внимание. Значит, мы отказываемся от оценок и пытаемся, пытаемся отметить на вопрос строго социологический. Между прочим, мы с вами здесь затронули еще одну очень серьезную грань. Вы ее, конечно, сами должны будете подробнее проработать. Отличие социологии от права. Мы начали с разговора об отличии социологии от экономики. А теперь смотрите от права. Для права, для морали преступление – это аномалия болезни. Для социологии, как видите, это нормальные явления в жизни общества. Это не значит, что мы теперь должны пойти извиниться перед бандитами. Мы с вами должны понимать, что это разные подходы. А мы с вами говорим о социологическом инструментарии. Ну, друзья, презентация будет выложена, так что, соответственно, такие замечательные авторы создавали теории преступлений. Да, между прочим, у Смелзера и у ряда других авторов очень неплохо эти концепции описаны, хотя там есть чего интересного добавить. Ну вот, теперь мы с вами давайте под занавес и разберем вот это задание про гражданина Эд. Ну, во-первых, что я вам могу сказать? Я вам там кину парочку заданий, вообще их там есть огромное количество, да и вы можете посмотреть в примерах наших Олимпиад, потому что уже практически с момента возникновения социологических Олимпиад там есть обязательно задание на гражданина Эд. Иногда оно стоит там 20 баллов, иногда 30. Но это вот некая, некий кейс, который надо перевести на социологический язык. И вот, друзья мои, на что я здесь хочу обратить внимание. Смотрите, эти ситуации придуманные, придуманные. А чем отличается придуманная ситуация от не придуманной, а настоящей? В придуманной ситуации нет ничего лишнего, запишите себе. Как только вы видите кейс, вы сразу же должны себе сказать, что здесь нет ничего лишнего. Это то, о чем писал Антон Павлович Чехов. Если в пьесе висит ружье, оно обязательно должно выстрелить. Или в рассказе. Если в жизни висит ружье, оно не обязательно должно выстрелить. По-разному бывает. Но если я в рассказе его упомянул, оно обязательно должно где-то всплыть. Точно так же и здесь. Ну что ж, давайте с вами попробуем посмотреть вот этот самый пункт. Надо еще буквально 4-5 минут, и мы закончим. Итак, поехали. Значит, все, что вы должны здесь сделать, это перевести этот текст на социологический язык. При этом вы не имеете права ничего додумывать достоверно, но вы можете предполагать. Но тогда вы должны написать это как свою версию и сказать, почему она обоснована. Итак, историю помним. Поехали. Гражданин Н свершил миграцию, а значит социальную мобильность. В тексте не указывается, из какой именно страны. У нас нет оснований утверждать, какой характер носила мобильность. Вертикальная или горизонтальная. Но можем зафиксировать, что он попал в иную социокультурную среду. А вот дальше давайте с вами посмотрим на первые грабли, которые здесь стоят. Вон, я даже выделил небольшой город. Вы знаете, что вот когда мы смотрели статистику по этому заданию, меньше 10%, причем так серьезно меньше 10%, процентов 5-6 обратило внимание на то, что город небольшой. Для подавляющего большинства это была какая-то мелочь, которая совершенно незначима. Вот давайте с вами задумаемся. Небольшой город здесь является бесконечно важным пунктом. Вокруг него можно очень много чего сделать. Опять же, друзья, как делать эти задания? Надо держать перед собою вот эту спиральку. Или же оглавление учебника. И размышлять, какие темы здесь могут пригодиться. Итак, друзья мои, побежали дальше. Переезд именно в небольшой город позволяет предположить, что в нем гражданин Н столкнется с присутствием различных социокультурных, этнических, гендерных стереотипов, и наличие которых характерно именно для небольших населенных пунктов, поскольку там преобладают черты, характерные для гемайншафт Тёниса, то есть для общины. Этот термин Тёниса, он есть в наших учебниках, с ним надо обязательно разобраться. В этих городах сильны традиционные устои. Описывается в тексте дискриминация по этническому признаку, да, и так далее, и так далее, гетеростереотипы. И вот смотрите, еще один пункт, который я выделил жирным шрифтом. Очень многие, правда не так много, как в первом пункте, не обратили внимания на то, что этому гражданину Н удалось снять жилье, опираясь на что? На диаспору, которая существовала, которая существовала в этом самом городе, да. Смотрите, в ключе совершенно правильно написано, что вот существование в обществе устойчивых этнических стереотипов приводит к появлению детализации в обществе. Что это такое? А это и есть появление отдельной социального пространства, да, которое занимают люди, которые представляют собой в данном случае совершенно инкультурную, да, совершенно другую культурную, социальную общность. Вот, друзья мои, понимаете, не увидеть здесь гетеризацию, это очень серьезная социологическая ошибка. Почему? А это значит, человек расписался в том, что он мало представляет самую особенность сегодняшнего общества. Сегодняшнее общество – это общество гетеризированное, да. Сегодняшнее общество – это общество миграционных процессов, причем очень серьезных и очень парадоксальных. Завершу прекрасным примером, который, так сказать, вычитывал в работе, наверное, где-то 10-го года. Вот 10-11-го года работа, которая была посвящена мусульманской миграции. В этой работе сравнивалась особенность миграции в 90-е годы и вот как раз где-то там в районе 10-х годов. Из Алжира, вот близких к нему стран, соответственно, во Францию и в Германию. Я не буду пересказывать всю, скажу главный интереснейший вывод. Чем отличие? Вроде разница там в 20 лет. Формулировка автора была замечательной. Когда в 90-е годы Алжирец уезжал во Францию или в Германию, он ехал туда, чтобы стать немцем или французом. Понятно, он уже немцем и французом не станет, но он мечтал, чтобы его дети стали немцами или французами. Он мог оставаться мусульманином, но он это не презентировал. Его дети были ориентированы на доминирующую культуру. Они хотели в школу немецкую, французскую и так далее, и так далее, и так далее. И в социальных контактах доминировали как раз представители, представители его новой культуры. Он планировал в ней ассиминироваться. А теперь давайте посмотрим, чем принципиально отличаются 90-е годы. Формировка этого автора замечательная. Сейчас, когда Алжирец уезжает из Алжира во Францию или в Германию, или куда-то еще, этот переезд приводит не к ослаблению его исламской идентичности, а к усилению ее, будучи во Франции и в Германии, он становится мусульманином еще больше, чем он был раньше, друзья мои. Получается, друзья мои, как мы это можем объяснить? Очень просто. Сегодня приезжая туда, он попадает не во Францию и не в Германию. Он попадает куда? Он попадает в диаспору. А диаспора для того, чтобы выжить, она должна чем-то принципиальным отличаться от доминирующей культуры. Поэтому тем нормы, которые там могли быть желательными, здесь становятся обязательными. Вот это один из фрагментов, который характеризует нам очень интересный и парадоксальный постсовременный мир. Ну вот, друзья, я надеюсь, вы почувствовали. Вы видите, у меня там еще слайды есть. Я вам пообещал, что я не буду делать из этой презентации тайну за семью печатями. Я ее выложу в нашей группе ВКонтакте. И рекомендую всем, кто планирует готовиться, заглянуть туда, потому что мы положим туда обновленные рекомендации и будем дальше их там выкладывать. В этой группе ВКонтакте активно работают наши студенты и первокурсники, которые сами только что поступили, и те, кто постарше. И они вам могут дать просто огромное количество советов людей, которые сами только что через это проходили. Ну вот, друзья, на этом наша сегодняшняя встреча заканчивается. Я благодарю вас за внимание. Жаль, что я вас не вижу. Давайте я посмотрю сейчас, какие есть вопросы. В принципе, лекция завершилась. И давайте сейчас я просто пройдусь по вопросам. Так, нужно ли читать книги, видимо, Карла Маркса и про материалистический подход? Да, друзья, про Маркса много есть вопросов. Понимаете, они даже не в чистом виде про Маркса. Но если вас будут спрашивать про статистикацию, как обойтись без марксистской концепции? Даже те авторы сегодня, которые не признают, не считают себя марксистами, они исходят всегда из критики. Практически вся теория статистикации, которая выросла в 20 веке, она выросла либо в развитии Маркса, либо в полемике с ним, в критическом преодолении. А что именно посмотреть Маркса, я напишу. Ну, что здесь важно, да, не приписывать Марксу глупого экономического детерминизма, да. Ну, посмотрите, я постарался написать у нас более-менее адекватно Маркс. Очень неплохо Маркс изложен, знаете, у кого? Раймона, Рона. Вообще мало у кого нормально изложено. Вот спросите у меня, у кого изложен хорошо Дюргейм. Я вам назову. Вебер поменьше, но тоже назову. Маркса вот так вот с разбегу порекомендовать очень сложно. Более или менее ничего. Раймона, Арона, значит, очерки из истории социологической мысли. Более подробно в этих самых, так сказать, текстах, которые я пришлю. Хорошие вопросы задаете. Друзья мои, только давайте будем помнить, да, значит, это Ленина марксистом никто не считал в мире, кроме ленинцев, да. Так что Маркс не несет ответственность за то, что происходило у нас в России. Так что вот это важный очень момент, да. Еще раз про рационального эгоиста. Рациональный эгоист – материальная точка экономической науки. Замечательный афоризм Александра Александровича Сусоколова. Если он вам этот афоризм не прояснил ситуацию, да, то есть он вам не помог, а вы наоборот что-то не поняли к чему, ну и ладно, давайте его, вы в него не запариваетесь, да. Если кто-то, для кого-то он помог, ну, значит, хорошо, да. Чтобы его почувствовать, этот афоризм, и чтобы он помог, надо хорошо почувствовать, вот что такое материальная точка и так далее. Если вы только что услышали про материальную, например, точку от меня, такое же тоже может быть, вот, ну, тогда просто уберите это и не запаривайтесь. Так, где можно будет пересмотреть запись вебинара, я вам сейчас, вот, сказать совершенно точно не смогу, но еще раз говорю, у нас основное место наших встреч – это группа ВКонтакте «Поступаем в вышку на социологию и ГМУ». Да, я думаю, все записали, а дайте-ка я сейчас вот вам, чтобы вы скрин могли сделать, дайте, я сейчас чат закрою, да, вот оно в конце у нас там моего этого презентации. Простите, Кирилл Митлевич, взять вебинары, мы обязательно прожим на странице «Лектория». А, на странице «Лектория», вот, и вот, пожалуйста, вот видите наши эти самые, наши «Поступаем в вышку» и политология «Вышка». Значит, так, спасибо, до свидания, до встречи. Так, еще какие вопросы, так вижу, что еще был вопрос, сейчас секундочку, или нет, больше не было. Нет, я увидел. Можно ли, так, как называется группа и должна быть презентация, как потом найти презентацию, повторить задание про примеры общества социальных групп, которым я принадлежу. А, значит, вот как можно больше сформулируйте, назовите социальных общностей и групп, которым принадлежите лично вы, и которые лично на вас оказывают влияние, да, своими правилами, гормами, ценностями, стереотипами. Только не надо это задание делать прямо сейчас, сначала надо очень хорошо разобраться, что такое группы, что такое общности и классификации групп, да. Когда вы увидите, что одних только классификаций, большое количество, вы эти группы найдете без труда. Если будете не находить, будете не находить, есть такая подсказочка, значит, зайдите тогда в книгу Мертона. Мертон «Социальная теория и социальная структура». Там в самом начале тоже рассказывается про группы, и там речь идет о классификации групп. Мертон насчитывает в общей сложности порядка 39 или 38 классификаций. Мы вот говорим малая, средняя, большая одна классификация, первичные, вторичные, формальные, неформальные, референтные. А у Мертона 39, да. Ну вот, когда вы эти 39 групп прочитали типов, вы точно найдете себя на этих осях координат, и 40-50 штук вы наберете. Ну что, коллеги, на этом все. Спасибо за внимание. Призываю вас активно взаимодействовать. Ну, а преподавателей, которые, если досидели до конца, значит, приглашаю на встречу, которая будет через 10 дней, в понедельник, 4-го числа. В начале недели будет рассылка, анонсы и так далее. Спасибо. До свидания. Еще вопрос. А где ваши учебники в розничной продаже, может быть? А, значит, ну, если говорить вот о, значит, в этом учебнике «Человек в обществе» и философском учебнике, они в розничной продаже, в Москве есть, в Библиоглобусе, ну и во множестве количества, в самых разных интернет-магазинах. Что касается вот этих вот учебников, которые вот новые, значит, по обществознанию, где политология и так далее, мне известно их местонахождение только в интернет-магазинах. То есть, поскольку издательство «Просвещение», оно работает со школами в первую очередь, оно с розницей вообще не связывается. Поэтому либо школа закупает эти учебники вот там в количестве нескольких десятков, да, на школу, вот, либо они есть, они есть, но они есть в азоне и так далее, и так далее. Вот. Так что вот такая картиночка. Нет больше вопросов? Да, на лабиринте, да. Ну вот, правильно, лабиринт, озон и так далее. Все. Спасибо, коллеги. Всего доброго. Давайте расставаться. До свидания. Хороших всем выходных, продуктивных и приятных. До встречи.